Коллеги, здравствуйте! Продолжаем наши с вами рассказы. В прошлый раз мы с вами закончили на том, что поговорили про экономическую политику Дэн Сяопина и его реформы, и обсудили, насколько был велик их вклад и великое влияние на дальнейшую историю Китая. Однако это тот самый случай, когда большое видится на расстоянии, и, собственно говоря, в тот момент, когда эти реформы шли, далеко не всем было очевидно, что они идут куда надо. Особенно в начале, когда отрицательных моментов было особенно много. Практически сразу, как только реформы были запущены, начался быстрый рост цен, поскольку в 1979 году прекратилось государственное регулирование цен по многим областям, и, соответственно, почти сразу цены выросли в два с лишним раза. К тому же появились импортные товары, которые стоили заметно дороже, они тоже внесли свой вклад в инфляцию, общее подорожание. До того в Китае, естественно, инфляция была практически нулевая, потому что все цены регулировались государством, но уже в 1985 году она достигла 9,5%, в 1986 году – 16,5%, а в 1988 году стоимость жизни в городах выросла за год примерно на треть. Реальные доходы 35% домохозяйства упали в реальном исчислении, и в итоге государству даже пришлось отложить очередной пакет либерализации цен. Параллельно многим приходилось нелегко, потому что многие государственные предприятия, которые массово переводились на хозрасчет, были вынуждены, особенно те, которые не могли производить продукцию, востребованную на рынке, или не могли на нее перейти. Соответственно, такого рода предприятия начали массово сокращать сотрудников, сокращать зарплаты, социальные выплаты. Заметно упали доходы многих категорий до того, считавшихся относительно привилегированными. Например, преподаватели высших учебных заведений, рабочих многих направлений промышленности, причем часто как раз тех, которые до того считались рабочей аристократией, всякого рода гигантов и флагманов тяжелой индустрии и прочее. В 1979 году в Китае было 20 миллионов безработных, в Пекине около 400 тысяч, это была примерно десятая часть населения. Выше всего процент был в Тяньзине, где, в процентном отношении было даже несколько больше. Из горожан в целом примерно треть не имела работы, и число это быстро росло, потому что, как мы с вами помним, с 1980 года стало разрешено без дополнительных оснований возвращаться тем, кто с 1969 года ссылался в деревню для того, чтобы, значит, там заниматься сельским хозяйством, эти люди также возвращались в города, и работы для них, соответственно, тоже не было. В связи с этим резко ухудшилась ситуация с преступностью. Конец 70-х, начало 80-х – это время, когда по улицам китайских городов было крайне опасно ходить женщинам, детям и вообще, так сказать, практически всем. Формировалось большое количество банд и всякого рода шаек. Это в основном были как раз вот эти молодые безработные. Многие из них были бывшими хунвейбинами, но, в общем, это тут дело было не в этом, да, поскольку было много было и других. В 1982 году официальная статистика говорит о 740 тысячах нападений, 64 тысячах всяких тяжких последствий типа убийств, изнасилований и, значит, тяжких телесных повреждений, при том, что банды эти, как многие отмечают, понимая, что чем тяжелее преступления, которые они совершают, тем, так сказать, больше их будут искать, старались по возможности не переходить определенные рамки и в основном занимались воровством, поэтому, скорее всего, значительная часть преступлений в статистику вовсе не попало. Причем число это быстро росло, и, скажем, с 1978 по 1982 общее количество попавших в статистике случаев увеличилось в полтора раза. Ситуация эта активно обсуждалась в обществе, естественно, тоже влияла на репутацию партии, поскольку указывают, так сказать, мало кто, так сказать, не говорил про то, что вот, значит, раньше порядка было побольше. Громким случаем был случай во внутренней Монголии. Там 16 июня 1983 года банда подростков, значит, пепели злоупотребив алкоголем, напали на ферму, убили 16 человек, а девушек и женщин похитили, изнасиловали, значит, тоже частично убили, после чего двое, значит, старших, когда поняли, что произошло, попытались покончить с собой, подорвав между собой газовый баллон, так сказать, у одного получилось, у другого нет, но в итоге практически даже никого не удалось приговорить, потому что они все были несовершеннолетними. В итоге в августе-сентябре 1983-го Дэн Сяопином была провозглашена новая кампания, которая называлась «Компания борьбы с преступностью. Суровый удар», и примерно три года она длилась. За это время было уничтожено 197 тысяч банд, арестовано почти миллион 800 тысяч человек, из которых миллион 750 тысяч были осуждены, и 30 тысяч, а может быть и больше, 30 тысяч по официальным данным было приговорено к смертной казни, причем среди осужденных были и довольно-таки связанные с элитой люди. Например, в сентябре 1983-го был казнен внук маршала Джуде Джугу Хуа, который в 1982 году был осужден вместе с компанией соучастников по делу о 15 изнасилованиях и множестве случаев домогательства попыток изнасилования, там все 86 эпизодов. То есть, то, что он был внуком легендарного маршала, его не спасло, и это, естественно, был такой способ показать обществу, что никто, вне зависимости от этого положения, не будет перед законом иметь никаких преимуществ. Вот, надо сказать, видимо, примерно к этому времени как раз и относятся довольно часто встречающиеся, по крайней мере, еще недавно встречавшиеся в рассказах о Китае сценки, когда, значит, куда-то идет человек, и вдруг идет толпа, кого-то ведут, он спрашивает, что такое, говорит, это их ведут, значит, на расстрел, и они еще семьи должны будут оплатить пули, которые на них будут потрачены. Вот это вот уже, значит, сколько, практически 40 лет этого встретить в Китае трудно. Но в тот момент, как раз во время этой кампании, действительно, такого рода показательные, даже показательные казни, например, на стадионах, это было вполне вполне, ну, еще 30 тысяч человек расстрелянных за три года, это, согласитесь, очень значительное количество. Это, в общем-то, помогло ситуацию несколько поставить под контроль, но, естественно, было очень много вопросов относительно судопроизводства, относительно скорости обвинений, и, видимо, как всегда в таких кампаниях, немало народу там пострадали, которые были не вполне причем. Помимо трудностей экономического характера, довольно значительная часть общества имела к власти политические вопросы, причем с обеих сторон. Часть считала, что капиталистические практики – это отказ от завоеваний революции, и, соответственно, это ошибка, потому что не за то, значит, мы боролись вместе с товарищем Мау, чтобы здесь опять у нас, значит, лавочники провели балл и, значит, жировали в коммерческих ресторанах. Также заметна была и противоположная точка зрения, которая особенно стала усиливаться после 1985 года, когда в Советском Союзе началась перестройка, и которая, естественно, вызывала очень большой интерес в Китае, и многие, особенно интеллектуалы, студенты требовали от верхов, как и в Советском Союзе, либерализации не только экономической, но и политической ликвидации монополий на власть Компартии и так далее. Причем сторонники как дальнейшей либерализации реформ, так и консервирования ситуации или даже отката назад были не только в обществе, но и в партийных элитах, что, в общем, добавляло ситуации остроты. В декабре 1986 года по 17 крупным городам Китая прокатились студенческие волнения. Требования были самые разные, в основном против нерешительности реформ, за радикальную демократизацию экономики и политики, критика коррупции в партии. Много где лозунгами было выдвижение собственных кандидатов во Всекитайское собрание народных представителей. Там, как я уже сказал, в Китае существует выбор, но это выборы по списку. То есть сверху приходит список, и вы можете часть этого списка выбрать. Там обязательно кого-то должны не выбрать, но это не делегаты, выдвигаемые, собственно, снизу. При этом были и мелочи. Например, в Пекине студенты больше всего требовали отмены практики, согласно которой в 11 часов вечера в университете отключается свет. То есть там были разные вопросы. Началось это движение в городе Хэ-Фэй. Это тогда была столица провинции Аньхуэй, где проректором университета науки и техники был очень популярный среди студентов астрофизик Фан Ли Джи. Он родился в 1936 году. В 1980 году стал самым молодым членом Китайской академии наук. Организовывал в 1982 году первую крупную международную конференцию в Китае. В 1985 году по его приглашению в Китай приезжал Стивен Хокинг. Он был автором множества книг, учебников, а также популярным лектором, причем не только по физике, но и астрофизике, но и по всяким вопросам общественно-политическим. Выступал в Нинбу и Шанхае, где говорил про важность свободы слова и свободы прессы, про реальные права человека. Его лекции в записях на магнитофонных кассетах распространялись среди студентов по всему Китаю. Но, конечно, больше всего он был популярен в своем университете. Надо сказать, что у него тоже была жизнь непростая. Он в ХФ оказался в 1969 году, когда туда, из Пекина, был переведен, собственно, этот институт науки и техники. Это был как раз год, когда ожидали советского вторжения. Значит, университеты многие из Пекина были эвакуированы. Причем, попав в ХФ, никакого университета, значит, он не увидел. Он был отправлен работать в угольную шахту. Причем с собой он мог захватить только книгу «Классическая теория поля Льва Ландау». Собственно, ее он там в основном иначе читал в свободное от угольного работ время. А с 1971 по 1972 работал на кирпичной шахте, на кирпичной фабрике. Но при этом это уже считалось вроде как даже не наказанием. Это нужно было, чтобы построить кампус нового университета. Сотрудники были отправлены на кирпичную фабрику, чтобы эти кирпичи для, значит, своего завода делать. Поэтому, в общем, он представлял примерно против чего он борется. После ХФ в протесты включились Шанхай, Циньзинь, Нанкин, Куньмин, Ханчжоу, Суджоу, Гуанчжоу и так далее. Всего 150 университетов из примерно 1016, которые тогда были в Китае. 19 декабря студентов в Шанхай разогнала полиция. После чего в ХФ студенты устроили сидячую манифестацию у горкома с требованиями осудить шанхайское руководство. И разойтись их убедил как раз Фан Ли Джи, который был у них очень популярен. Он, естественно, понимал, что если они будут дальше идти на повышение, то в итоге все кончится очень плохо. И в итоге, значит, они разошлись под обещание Фан Ли Джи, что Аньхуэйский правком, провинциальный комитет передаст их требования в Шанхай. Крупнейшие манифестации студентов были в Пекине и в Шанхае, примерно по 30 тысяч человек, в ряде городов всего по несколько сотен. И, собственно говоря, к середине января более или менее все страсти улеглись. Но ситуация все равно очень не понравилась руководству, особенно Дэн Сяопину, который уже в сентябре, в середине декабря приказал исключить из партии Фан Ли Джи, которую посчитали зачинщиком, хотя, видимо, он им, может быть, был какой-то действительно вдохновительный, но непосредственно не организовывал. И еще двоих лидеров движения исключить их из партии. Ну, Хуяубан, который был тогда генеральным секретарем и, собственно, главой партии, исключить их отказался, поскольку считал, что требования студентов во многом справедливы, нужно с ними вести диалог, а не, так сказать, просто от них отмахиваться. В итоге для самого Хуяубана это кончилось плохо. Он 16 января 1987 года был вынужден покинуть пост генерального секретаря. Помимо поддержки смутьянов, ему припомнили также антикоррупционную кампанию, в которой целью были, в частности, сыновья партийной элиты. Надо сказать, что уже тогда так называемые принцы, то есть сыновья влиятельных отцов, были в числе партийной элиты очень важной касты, которая пользуется своим положением не только ради борьбы за власть, но и, значит, ради обогащения. Вместо него пост генерального секретаря занял Джао Цзэян, который до этого был премьером госсовета, и после этого именно его стали расценивать как вероятного преемника Дэн Сяопина, поскольку Дэн Сяопин в это время был уже очень немало лет. При этом, несмотря на вот такое резкое смещение, Хуяубан остался членом Политбюро, но никакого влияния на политику не имел и находился под постоянным надзором. После его отставки 19-го, наверное, 87-го года Фан Ли Джи и еще двоих, которых требовал исключить Дэн Сяопин, естественно, из партии исключили, но, в общем, все было не так страшно. Его сняли с поста проректора, но он переехал в Пекин к жене, где работал в Пекинской обсерватории. То есть, в общем, все было более-менее человекообразно. В 87-89 году на фоне общего брожения в обществе прошла такая серия, новая волна протестов в Тибете. 21 сентября 87-го года Далай-Лама предложил так называемый план мира из пяти пунктов, в котором он не требовал от Пекина независимости Тибета. От этого он, кстати, отказался еще в 74-м году, но требовал реальной автономии, уважения к тибетцам. Также по этому проекту тебе должен был встать зоной мира, без ядерного оружия, в идеале вообще демилитаризованным, и такой территорией экологического благополучия, то есть запретом вредных производств, запретом вредных добывающих каких-то предприятий и так далее. Естественно, Пекин план принять отказался, хотя, надо сказать, что в 80-х годах, пожалуй, было время самых активных переговорного процесса между Пекином и Хармасалой. И, в частности, брат Далай-Ламы несколько раз бывал в Пекине, пытаясь, в частности, с Дэн Сяопином достичь каких-то договоренностей, но не вышло. После этого, 27 сентября 1987 года, в Алхасе вышло на демонстрацию 26 человек, может быть, немножко больше, из которых было 22 монаха монастыря Дрипунг. Они были арестованы. 1 октября демонстрация переросла в столкновение с полицией. Был сожжен полицейский участок и несколько машин. Шесть тибетцев погибло. Было арестовано несколько сотен человек, и иностранцы высланы. Это всегда в Тибете бывает, когда что-то обостряется. Первое, что делают, это высылают иностранцев, чтобы некому было документировать ситуацию. Время от времени демонстрации вспыхивали вновь. Особенно крупные прошли 5-7 марта 1989 года в Алхасе, которые также переросли в столкновение с полицией и войсками. В городе было введено военное положение, введено до 60 тысяч солдат со всеми видами оружия. Уличные бои шли три дня. Количество жертв официально было признано в 10 человек, неофициально до 450 тысяч арестованы. Военное положение продолжалось еще 13 месяцев. В декабре 1989 года Далай-Лама получил за свой план мира Нобелевскую премию мира. В феврале 1991 года тибетское правительство стало одним из основателей организации непризнанных народов и государств. А Джордж Буш, который тогда был старшим президентом США, подписал акт Конгресса, который признавал Тибет оккупированной стороной. А правительство Далай-Ламы – реальными представителями народа Тибета. Все это было для положения в мире, особенно тибетского правительства в изгнании, очень важным. Но, конечно, на влияние в самом Тибете не слишком оказывало. Причем, надо сказать, что в том же 1991 году Далай-Лама официально заявил, что центральная администрация более не считает себя правительством Тибета, а считает себя только правительством тибетской диаспоры. То есть, с его стороны было сделано очень много шагов для того, чтобы убедить Пекин в своем компромиссном настрое. Но это, к сожалению, особенно не вышло. Отдельная проблема, которая в этом чуть-чуть позже сформировалась – это проблема новой инкарнации Панчен-Ламы. Десятый Панчен-Лам, про который мы с вами говорили, умер 28 января 1989 года после тяжелой жизни. Как мы помним, он последние больше 20 лет провел либо в тюрьме, либо под домашним арестом и прочее. И 14 мая 1995 года Далай-Лама признал новым его перерождением Гандун-Чок-Ини-Има, который родился в Тибете, в Лахаре, это северная часть тибетского автономного района, 25 апреля 1989 года. Уже 17 мая, то есть на третий день, мальчик был изъят властями. С тех пор его больше никто никогда не видел. Он считается самым молодым политзаключенным мира. Якобы, значит, его местоположение скрывается ради его безопасности. Комитет по правам ребенка ООН и многие другие международные организации регулярно запрашивают разрешение посетить его и, значит, проверить, что у него все в порядке. На это всегда приходит отказ. И последний ответ был в 2015 году, в котором было сказано, что, значит, живет нормальной жизнью, учится, не хочет, чтобы его беспокоили. Родители госслужащие, братья-сестры учатся. В общем, никто никого не похищал и никакой проблемы, собственно говоря, нет. Но вот показать его никто не показывает. Вместо него Пекином был признан 11-м Панчин Ламы Гялцен Норбу, который родился в феврале 90-го года там же, в Алхаре. Вот этот молодой человек, который на фотографии как раз он. Он был интернизирован в Ташилумпо в конце 95-го года. Учился в основном в Пекине, видимо, там и живет. И Ташилумпо иногда только навещает. На публике впервые появился в 2006 году, когда в Ханчжоу прошел первый всемирный буддистский форум. Он там выступал на открытии. Последние годы, вот 20-е, 21-е, 22-е, он довольно много ездит по стране и выполняет, так сказать, такие представительские функции главы тибетского буддизма в Китае. Но при этом за границей дальше Гонконга ни разу не бывал. Потому что в Китае была ситуация, когда, так сказать, вот такая же пекинская версия главы школы Кагьюпа, значит, молодой человек, он в итоге в какой-то момент ушел через границу в Индию. И это была, значит, дополнительная неприятность. Даже свой собственный ставленник все равно не хочет оставаться в Китае. Ну, это, так сказать, в качестве такого общего фона. 8 апреля 1989 года на созидание Политбюро Хуяубан перенес сердечный приступ и 15 апреля 1989 года скончался. И в тот же день сотни пекинских студентов стали собираться в кампусах своих университетов и на площади Тяняньмэнь, который, во-первых, может вместить до миллиона человек, а во-вторых, туда выходит как партийная резиденция Джунанхай, так и, например, дом собраний, всекитайского собрания народных представителей. То есть, действительно, это такая самая лучшая в этом плане площадь. Полиция старалась помешать им собираться, но без особенного успеха. Поздно вечером 17 апреля около 4 тысяч студентов Пекинского университета и университета Цинхуа прибыли на площадь, выдавали властям ряд требований, среди которых признать верными взгляды Хуяубана на необходимость дальнейшей демократизации страны, разрешить частные СМИ, публиковать информацию о доходах партийных лидеров, членов их семей, увеличить стипендии, поднять зарплату ученым-преподавателям, снять запрет на манифестации в Пекине. И в те же дни проходило прощание с Хуяубаном. Очередь внезапно превысила 16 километров, что совершенно никто не ожидал. И в итоге 22 апреля пришлось спешно организовать церемонию прощания в Доме собрания Всекитайского Совета Народного Собрания Народных Представителей, где присутствовало все руководство во главе с Дон Сяопином. Собственно, этого делать не планировали, но вот это народное внимание к ситуации заставило сделать то, что не предполагалось. На площади в это время собралось от 50 до 100 тысяч человек, которые тоже оплакивали его память. Прах у Хуяубана был похоронен на революционном кладбище Бабао Шайн, но затем в 90-м году во вдова добилась права его оттуда изъять и перенесла его в Дзянси, где у города Гунцинчен. Это город, основанный на месте бывших болот у озера Пхуянху, который Хуяубан в свое время одел одним из тех, из-за кого этот город появился, был основан. Вот там на государственные и частные средства был построен его довольно большой мавзолей, который там стоит и сейчас. Но это уже было немножко потом. Что касается Пекина, то после похорон Хуяубана манифестанты не собирались прекращать борьбу. 23 апреля 1989 года было заявлено о создании автономного союза студентов Пекина, которые выступили за всеобщую стачку в университетах. В ряде городов, например, в Чанша и в Сиане протесты приняли форму погромов и грабежей. Причем, естественно, не очень понятно, были ли это провокаторы, были ли это, так сказать, просто примкнувшие к манифестантам какие-то менее, значит, сложные люди, которые просто так реализовывали свое понимание свободы. Ну, в общем, вот в отличие от Пекина такое там происходило. В тот же день председатель госсовета, тогда председателем госсовета был довольно интересный человек, его звали Липен. Он был сыном одного из основателей компартии Ришо Сюни, который был расстрелян Гоминдана в 1931 году, когда ему было 3 года. А с 1939 года он воспитывался в семье Джо Ин Ла. Но потом делал такую довольно технократическую карьеру. Он занимался энергетикой. Когда Дэн Сяопин начал заниматься реформой, то его карьера тоже стала складываться. И вот в 1887-1888 году он, собственно, сменил Джао Цзияна на посту предпремьера госсовета, поскольку тот, став генеральным секретарем, с этого поста ушел. Так вот, Липен, несмотря на то, что он был приемным сыном Джо Ин Лая, был как раз главой консерваторов, ну, одним из таких глав консерваторов и сторонников железной руки, который вот на фоне всего этого потребовал Джао Цзияна жестоких мер по разгону манифестантов, которые Тинань Мэнь не оставляли. Однако тот склонялся к диалогу, но не стал заниматься ситуацией, потому что он в этот день улетал с визитом в КНДР, и на хозяйстве оставался, значит, как раз-таки Липен. В итоге, во время отсутствия Джао Цзияна 26 апреля по инициативе Липен и с одобрением Дэн Сяопина в Минджибао вышла статья, которая называла студенческие протесты антипартийным и антиправительственным бунтом. Предполагалось, что они испугаются и, значит, разбегутся, но их студентов, наоборот, это страшно обидело, потому что они считали себя как раз патриотами и никаких антиправительственных моментов своей деятельности не наблюдали. В итоге 27 апреля колонны из десятков тысяч студентов прорвались на площадь через заслоны милиции, и что особенно насторожило верхушку, было видно, что к ним с симпатией относятся простые горожане, рабочие и так далее, которых все больше и больше становилось в их рядах. Впрочем, опасаясь эскалации, автономный союз студентов решил несколько смягчить риторику, поставив на первое место призывы к борьбе с коррупцией. 30 апреля в Пекин вернулся Джао Цзеян, который 3-4 мая выступил с рядом речей, в которых реализовал студенческое движение как в целом патриотическое, и, значит, с мнением о том, что нужно вести диалог. 4 мая после этого большинство пекинских университетов приняло решение прекратить стачку, но многие лидеры считали, что, тем не менее, расходиться еще рано, и они начали подготовку к публичной голодовке, которая должна была начаться на Тиньямане 13 мая за два дня до визита в Пекин Горбачева. Поскольку это был исторический визит, который должен был показать установление нормальных отношений между давно враждующими государством, то было понятно, что внимание всего мира будет привлечено в эти дни к Пекину, и, значит, действительно, дата была выбрана правильно. Вечером 13 мая на площади собралось около 300 тысяч протестующих. Усилие властей убедить их покинуть площадь, значит, пока Горбачев в городе, естественно, успеха не имели, потому что всем было понятно, что тогда разговор будет другой. Сохранился довольно интересный документ, который был составлен в основном выпускнице Пекинского университета Чхайлин, который называется «Письмо об отказе от пищи» или, значит, «Манифест голодовки». Очень яркий текст, который как раз довольно хорошо показывает, там и такая жертвенность, и, значит, стремление к демократии, желание сделать лучше своей стране. Очень симпатичный текст. Более того, больше всего их обижало то, что их называют контрреволюционерами и бандитами, отказываются с ними разговаривать. Они требовали, прежде всего, диалога. К студентам все больше и больше примыкало простых пекинцев, никак не связанных с университетами. Среди них стали появляться в том числе и милиционеры, и солдаты, и члены низовых партийных комсомольских организаций. Китайский Красный Крест призвал врачей оказывать протестующим необходимую медицинскую помощь. И сделать с этим что-то было трудно, потому что вместе к приезду Горбачева в город приехало множество иностранных корреспондентов, которые, естественно, все это фиксируют. Кстати, именно поэтому эти события у нас очень хорошо и обильно задокументированы в фотографиях, причем хорошего качества. Ряд государств, например, США и Японии, предупредили Китая крайне нежелательно с силового разгона манифестантов. В их поддержку проходили многочисленные митинги. Например, в Гонконге в таком манифестации участвовало порядка полутора миллионов человек. Это примерно четверть населения тогдашнего Гонконга. Аналогичные Пекину манифестации проходили более чем в 300 городах. По официальным данным 181, по неофициальным 341. Местное руководство, которому из Пекина не приходило никаких распоряжений, значит, что со всем этим делать, бездействовало. В некоторых местных газетах стали появляться статьи в поддержку студенческого движения. При этом, как я уже говорил, в одной и той же демонстрации могли участвовать и сторонники вестернизации демократии, и крайне маоисты, которые требовали возвращения к романтике времен хунвейбинов и, значит, справедливости в перманентной революции. Едва ли не единственным общим лозунгом был призыв борьбы с коррупцией и к умовствам, и это действительно вызывало такую общую солидарность. 17-19 мая прошел ряд собраний лидеров партии под председателем Дэн Сяопина. Джао Цзэян пытался не допустить силового разгона, но, тем не менее, несмотря на его мнение, было принято решение о введении в город войск и введении военного положения, поскольку Дэн Сяопин считал, что промедление может привести к гражданской войне. 19 мая Джао Цзэян, в общем, видимо, по собственному почину появился на площади и выступил перед студентами. Это тоже довольно известная речь. Он начал с того, что, значит, мы уже старые, на нас наплевать, но вы-то пожалеете себя, вам еще жить, и вы можете здоровье свое здесь подорвать. Значит, лучше не нужно. После этого, собственно, он больше на публике не появлялся, он был отстранен от должности, и с тех пор его уже на публике никто никогда не видел. Это, кстати, очень любопытно. Может, мы с вами говорили, что Ху Яубан и Джао Цзэян были двумя ключевыми ставленниками Дэн Сяопина и реализаторами его реформ. Вот видите, оба его, так сказать, таких исполнителей его воли оказались более радикальными и более последовательными с точки зрения политических реформ, чем, собственно говоря, он сам, и оба были отстранены за излишнюю склонность к либерализации. При этом, в тот же день, 19 мая было объявлено об учреждении автономного союза пекинских рабочих, которые присоединились к панифестантам, и это, конечно, напугало власти гораздо больше, потому что студенты студентами, а рабочие, в общем, всегда казались опорой коммунистической партии. В итоге, 20 мая было объявлено военное положение в Пекине, начался сбор армейской группировки, например, 250 тысяч солдат, однако протестующие не позволили войскам войти в город, и 24 мая военные части были отозваны на базе вне городской черты, что было воспринято многими как победа. В это время на площади Кипелая жизнь меж 27 мая началось строительство из пенопласта и папье-маше. Студенты архитектурного университета института ее строили, это называлось «Богиня демократии». За четыре дня ее построили. Не очень много хороших фотографий, но вот есть вот как бы гонконгская копия. Видно, что это такая статуя свободы, но значит с китайскими с китайскими чертами. 2 июня руководством КНР было принято решение о зачистке площади. Войска стали занимать ключевые точки вокруг центра города. Студенты возводили баррикады. Собственно, 3 июня началось движение. Горожане пытались помешать войскам продвигаться к центру города. В 10 километрах к западу от Тинянь-Мэйн на главном проспекте Чанань-Дадзе войска впервые открыли огонь по толпе боевыми патронами. В 5 километрах от площади войска на некоторое время удалось остановить благодаря баррикадам из троллейбусов. Причем попытки жителей окружающих домов опять же остановить войска были встречены опять же выстрелами из боевого оружия. Примерно то же самое происходило и на юге города где тоже войска пробивались в центр. Тем не менее 3 июня у подножия богини демократии был открыт университет демократии но долго он конечно не просуществовал. К вечеру 3 июня на площади оставалось около 70-80 тысяч человек и на поступок к площади происходили довольно нешуточные схватки например известно о нескольких сожженных БТР вскоре после полуночи того же времени есть знаменитая фотография самая известная фотография танком одинокий человек с пакетиком который стоит перед целой колонной танков которые двигаются по одной из центральных улиц Пекина после полуночи 4 июня началась зачистка площади все подходы к ней были заблокированы попытавшимся попасть на тени открывали огонь к 4 утра осталось несколько тысяч человек которые были блокированы в ее центре у памятника народным героям около 5 утра они стали покидать площадь через открытый для них коридор утром последний такой эпизод стрельбы был связан с тем что рядом с площадью собралась толпа прежде всего из матерей которые искали своих детей не вызвавшись домой и по этой толпе также был открыт огонь в Шанхае надо сказать протесты продолжались дольше до 7 июня студенты возвели баррикады на главных улицах рабочие объявили о всеобщей забастовке бастовал городской транспорт городом тогда руководил первым секретарем парткома был Дян Зимин такой лидер партийного нового типа который первый из тех про кого мы с вами говорим который никак не участвовал в революции гражданской войне он родился в Янчжоу в Дянсу в 26 году его дядя погиб в 39 в сопротивлении японцам и был таким местным героем что не помешало племяннику поступить на факультет электроинженерии в Нанкине еще во времена режима Ван Динвэя потом он перевелся в шанхайский университет Дяутхун это значит университет связи который окончил в 47 еще в университете вступил в компартию и значит там есть какие-то эпизоды связанные с подпольной работой но вряд ли уж очень сильно героической дальше он развивался исключительно по технической линии в 55 году был на стажировке в Москве и работал на заводе имени Сталина затем работал в машиностроении в 66 году стал директором института теплотехники в Ухане но почти сразу началась культурная революция место он потерял до 70 года провел в школе кадров после этого карьера его пошла вверх он стал заместителем отдела международных отношений первого министерства машиностроения это действительно министерство занимало цитным машиностроением там было 8 министерств и значит как вот у нас там было среднее машиностроение которое занималось всякими ядерными разработками вот в Китае было 8 министерств машиностроения но первое было настоящее вскоре отправлен в Румынию где Китай строил 15 заводов в 79 году его назначили заместителем председателя двух комиссий госсовета которые занимались организации свободных экономических зон и в 80-м подал рапорт о необходимости дать местным властям в свободных экономических зонах больше свобод в области налогов, выделения земли под бизнес, увеличить права совместных предприятий. И на тот момент этот рапорт казался очень радикальным, потому что он фактически говорил о том, что в свободных экономических зонах нужно разрешить свободный рынок, но зато он был замечен в том числе Дэн Сяопином. Рапорт был принят и с 82-го года Дзян Замин стал заместителем министра и главой порткома нового Министерства электронной промышленности с 12-го съезда, то есть с сентября 82-го стал членом ЦК, в 85-м стал мэром Шанхая и, кстати, отличился уже в 86-м, когда в Шанхае тоже были студенческие волнения. Он провел с лидерами студентов шестичасовую дискуссию, в частности, цитировал им там по-английски Авраама Линкольна и в итоге заставил их отказаться от всех требований, значит, их переубедив, что что они требуют, это неверно. Это, кстати, была самая долгая дискуссия, которую в тот момент кто-то из представителей власти со студентами, значит, реально вел. И, кстати, это было вполне одобрено. Он в октябре 87-го стал главой шанхайского парткома, что, естественно, важнее, чем мэр Шанхая, и стал членом политбюро. Вот как раз такой человек руководил Шанхаем в 89-м году, что, конечно, было, пожалуй, хорошо, потому что ему удалось убедить центр на крайние меры не идти, войска в город не вводить, и в итоге ему удалось добиться прекращения манифестаций относительно мирным путем. То есть, там, естественно, кого-то потом арестовали, но, по крайней мере, вот такой вот кровавой баня, как, значит, на улицах Пекина, там не случилось. Между прочим, активным участником событий в Шанхае был как его так немножко шуточно называли дедушку китайского диссидентства, Ван Жо Ван. Это действительно был совершенно неукротимый человек. Он родился в 18-м году, в 15 лет вступил в комсомол, а уже в 17-м был, да, в 16-м, значит, был арестован за статью, которую он против Чинкайши, против оккупации Маньчжурия, японцами. Это была статья, которую он опубликовал в издаваемом им подпольном журнале на фабрике лекарств. Вот многие ли из вас 16 лет не то, что сели в тюрьму, а, значит, уже руководили подпольным журналом, где публиковали оппозиционные статьи, это называется. Малый возраст не помешал ему получить 10 лет тюрьмы, и он из них 3,5 лет отсидел, был освобожден только в 37-м, когда после основания единого фронта, значит, политические заключенные на территории Гоминдана были освобождены. Тогда же он вступил в Компартию, уехал в Янань, где работал в прессе и пропаганде. В 42-м году по нему прошлись во время кампании по исправлению стиля за то, что он писал для критической стенгазеты «Легкая кавалерия». Ее, значит, призвали очерняющей, значит, быть лидером партии. После этого его Каншен отправил для подпольной работы в оккупированной японцами Шайндун, и там он, по собственным признаниям, выжил только благодаря удаче, потому что, в общем, совершенно ничто не предвещало. После войны он стал довольно влиятельным журналистом, активно включился в кампанию «Ста цветов», и, как положено, после этого, как активный участник, пострадал во время кампании против правых элементов, был изгнан из партии в 57-м году и сослан в деревню. Только в 62-м с него был снят ярлык правого, однако вскоре он написал сатиру на политику большого скачка и, естественно, опять попал под очередную кампанию репрессий. Где-то в это время, по-моему, у него умерла жена, которая, значит, все это, конечно, переносила с трудом. В 66-м году, вместе с культурной революцией, Ван Жу Ван был на 4 года опять брошен в Шанхае в тюрьму, причем была та же самая тюрьма, в которой он сидел при Гаминдане. Только в 79-м в рамках Ходти перед Эн Сяопином он был восстановлен в партии после 22 лет отсутствия, стал заместителем главного редактора литературного журнала, членом Союза писателей. В 80-м опубликовал свою автобиографию «Голодная трилогия», где, значит, в частности, писал, что коммунистические тюрьмы куда хуже, гаминдановских, и там и там морят голодом, но в коммунистических, значит, это происходит гораздо чаще и гораздо системнее. Книга эта многих разозлила, особенно потому, что она была хорошо принята на Западе, там переведена и, значит, издана. В 86-м году он опубликовал очень популярную статью, которая называлась «Ни много ни мало, как диктатура одной партии может вести только к тирании». Ну, в общем, понятно, что, конечно, человек совершенно бескомпромиссный. В декабре 86-го он поддержал студентов и был среди вот этих трех лидеров, которых Дэн Сяопин велел выкинуть из партии из-за отказ, в чем Хуяубан поплатился постом генерального секретаря. Причем из них, из этих троих, именно Ван Жувану Дэн Сяопин вызывал, значит, наибольшее раздражение, потому что, вот, так сказать, такой ветеран, ветеран коммунистического движения все равно не понимает, в какую сторону надо бежать. Причем исключение из партии совершенно не остановило Ван Жувана. Когда начались протесты на Тяньань Мэнь, то он написал Дэн Сяопину письмо в поддержку студентов и в Шанхае организовал студенческий марш городской администрации. После подавления протестов он был посажен под домашний арест. 8 сентября 1989 года был осужден за то, что слушал голос Америки, распускал слухи, поддерживал студенческую голодовку, выступал с контрреволюционными речами на Народной площади Шанхая, публиковал статьи в гонконгской прессе и пытался свергнуть власть партии. Получил он 14 месяцев тюрьмы. В 1992 году, после того, как он отсидел свой срок, ему под давлением США было разрешено выехать в Америку, где он, собственно, в 2001 году и скончался, в 83-х лет. Если же вернуться к манифестациям, то в Сиане, Ухане, Нанкине, Чанша еще в течение нескольких дней студенты продолжали блокировать дороги и мосты. Местами даже после известия о подавлении манифестаций в Пекине имел место некоторый новый взлет волнений. Много где, например, в Ланчжоу, Чанша и Ченду были настоящие беспорядки. В Ченду протесты были подавлены войсками. 5-6 июня погибло от 100 до 300 человек. В Пекине же было официально объявлено о 241 погибшем, в том числе 10 военных, 13 полицейских и 36 студентов, а также 7 тысяч раненых, из которых 5 тысяч это военные и, значит, и милиция. Но по другим оценкам до 1000 человек доходит количество погибших в это время. 9 июня перед публикой выступил Дэн Сяо Пин, который почтил память погибших солдат Нуак, которых он назвал сыновьями и братьями народа, и заявил, что манифестанты действовали по указке империалистов, значит, конкретно США, хотели сделать из Китая буржуазную республику, чего допустить нельзя, и повторил, что сейчас главная задача Китая – это к 2050 году достичь среднего достатка, и без лидерства КПК и стабильности достижение этого цели невозможно, и всем надо обязательно это помнить. После подавления протестов, естественно, последовали аресты, было арестовано более полутора тысяч человек, причем интересно, что рабочие получили гораздо более суровые приговоры, 8 человек были приговорены к расстрелу, многие после окончания тюремного срока были лишены китайского гражданства и высланы, около 400 человек, в том числе многие лидеры протеста, сумели бежать из Китая благодаря так называемой операции ЧИШ, которая была организована в Гонконге с участием французского МИДа и спецслужб США и Великобритании. Это была такая вот подземная железная дорога, как когда-то в США, по всей стране с использованием ресурсов, интеллектуалов, коммерсантов и триад была организована такая система передачи этих людей от одного дома к другому, что позволяло им достичь гонконгской границы, пересечь ее и потом, соответственно, спастись. Фан Ли Джи, который понял, что сейчас за ним придут, уже 5 июня они с женой попросили убежище в американском посольстве, где их приняли, и после этого их имена оказались в первых строчках, так сказать, таких most wanted, значит, most wanted, наиболее разыскиваемых организаторов протестов, но 25 июня все-таки им с женой было разрешено вылететь в Англию, и говорят, что этому предшествовали переговоры Дэн Сяопина с Киссингером, который, значит, очень его убеждал согласиться. После этого Фан Ли Джи был исключен из Академии наук, работал в Кембридже и Принстоне, участвовал в компании за независимость Тибета, умер в 2012 году. Что касается Джао Цзияна, то он был снят, как я уже сказал, со всех постов и заключен под домашний арест. В партии была проведена новая кампания чистки его сторонников, которая длилась полтора года. Около 30 руководителей партии государства лишились своих постов, и примерно миллион людей пониже подверглись проверке, и многие после этого лишились также работы, и многие были арестованы. А тогда своих дней Джао Цзиян провел строгой изоляции в доме Ближу Нанхая, в том же самом доме с 87 по 89 жил Хуяо Бан. Несколько раз ему было разрешено покинуть дом для участия в похоронах старых товарищей. При этом никаких обвинений ему не было предъявлено. Он оставался членом Компартии. В 97-м и 98-м в западной печати появлялись письма Джао Цзияна, обращенные к китайскому правительству, в котором он обращал внимание на ошибочность силового подавления протеста 89-го года. В КНР эти письма не публиковались и не комментировались. Умер он в 2005 году. Смерть его была китайскими СМИ проигнорирована. Непрак сохраняется в семье, потому что разрешение на его погребение на кладбище Бабао Шань, которую семья считает его достойным, не по-прежнему, насколько я знаю, не получено. В 2009-м в Великобритании вышли довольно любопытные его воспоминания, которые были им продиктованы в последние годы жизни, но в Китае это тоже никак не комментируется. Надо сказать, что жесткие действия в власти Китая были довольно резко встречным мировым сообществом, в том числе многими странами и социалистического лагеря, который тогда еще существовал. Международные банки многие прекратили кредитование КНР, были заморожены многие инвестиции. ЕС и США ввели запрет на экспорт в Китай оружия, который действует до сих пор. И здесь как раз этот фактор во многом сыграл на потепление отношений с Советским Союзом и затем России, потому что оружейный голод Китай в течение многих лет во многом подпитывал именно за счет советского и российского вооружения и технологий. В самом Китае эти нянь-мэньские события привели к резкому ужесточению цензуры. И именно после этих событий был окончательно сформулирован курс, согласно которому в экономике реформы практически не имеют пределов радикализма, а в политике никакие реформы не проводятся вообще. Вообще и до сих пор обсуждение чего бы то ни было связанного с тянь-мэнь, несмотря на то, что прошло уже больше 30 лет, это все равно по-прежнему абсолютное табу. И даже само выражение лил-с, то есть 4 июня, оно может привести к тому, что вам заблокируют аккаунт в WeChat, например. То есть это абсолютно табуированное словосочетание. И это такими происходит волнами. То есть иногда чуть немножко можно, а потом сразу опять нельзя, и никто заранее не знает, когда и за что к кому придут. Но вот это одна из самых таких явных красных тряпок, которые в китайском интернете по-прежнему существуют. Соответственно, казалось, что борьбу, что вы в элите, борьба между консерваторами и реформаторами завершилась победой консерваторов, поскольку всем было понятно, что вот к чему приводят ваши игры в демократию. И многие считали, что, собственно говоря, преемником Дэн Сяопина станет глава консерваторов Ли Пэн. Но Дэн Сяопин оказался в очередной раз гораздо сложнее, чем можно было предположить. И 24 июня 1989-го новым генеральным секретарем партии стал Дзян Зимин, чьи решительные, но аккуратные и бескровные действия Шанхая были оценены по достоинству. Сам же Дэн Сяопин 9 ноября 1989-го года оставил свой последний официальный пост руководства, переславливаясь главой Центрального военного комитета, и этот пост также занял Дзян Зимин. Но Дэн Сяопин даже без поста оставался все равно Дэн Сяопином и все равно решал, в общем, приблизительно все. Ситуация в это время была сложная. Собственно, помимо волнений в самом Китае, естественно, китайское руководство с тревогой наблюдало за распадом соцлагеря, за крушением Советского Союза, причем происходило крушение соцлагеря в том числе и в Азии. В 1989-м году провьетнамский коммунистический режим в Камбодже сменился переходным коалиционным правительством. Были проведены свободные выборы. В 1993-м году восстановлена монархия во главе с Народомом Сиануком. В феврале 1992-го года пала власть коммунистов в Монголии. В Лаосе и Вьетнаме коммунистические правительства были вынуждены пойти на реформы, аналогичные реформы в Китае. И, в общем, вполне понятно, что в это время Дэн не раз выступал с риторикой в стиле, что в сложное время империалисты хотят уничтожить коммунистические государства, завладеть ими, как в Старик построить новые колониальные империи. Все это, в общем, казалось вполне логично. В этой ситуации как раз полная остановка реформ была бы вполне объяснима. В прессе время от времени возникали статьи сторонников реформ, но они немедленно затихали под окриками консерваторов, которым явно благоволил Пекин и, значит, прежде всего Ли Пен, который занимал пост премьера госсовета. В это время, совершенно неожиданно, в январе 92-го года Дэн Сяопин поехал в поездку по югу страны. Ему было 87 лет, что само по себе было, значит, неудивительным. Но главное, он проехал по Ухане, Чанша, Шэньчжэн, Чжуха, Гуанчжоу, в Шанхае, встретил китайский Новый год. И везде он выступал неожиданно не вот с этих охранительских, по поводу того, что, значит, мы должны сплотиться, Китай в кольце воровов и все такое, а с очень резко реформаторских позиций. Он сравнивал, например, Гуандун с четырьмя азиатскими тиграми. Это, значит, Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Тайвань, которые в это время, так сказать, очень резко росли экономически. И, наверное, говорил, что, надеюсь, через 20 лет, значит, Гуандун будет ничем не хуже четырех азиатских тигров. Говорил, что те в руководстве, кто не поощряют реформы, должны уйти в отставку. Именно во время этой поездки он, между прочим, сказал свое знаменитое МО по поводу, значит, неважно, черная кошка или белая кошка, если она может поймать крысу, то и, значит, это хорошая кошка. В принципе, он говорил это еще в 60-х, но вот именно в этих условиях это прозвучало особенно важно, потому что вот это вот в ситуации, когда консерваторы говорили о, значит, святости знамен, конечно, это было исключительно интересно. Также он, например, говорил, что шэньчжинское руководство должно смелее проводить реформы и открытость, не бояться экспериментов, вообще не быть как женщина с бинтованными ногами. В общем, вот он, сказать, в своем репертуаре выступал очень много и очень понятно. В начале центральная пресса несколько удивилась происходящему и никак не комментировала поездку, но про нее написали в Гонконге, после этого скрывать стало нельзя. В апреле 92-го Диан Зимин, который до этого выбирал, так сказать, сторону, с которой он будет идти дальше в будущее, однозначно примкнул к Дэн Сяопину, и прессе было дано указание освещать его поездку по югу. Соответственно, внезапно оказалось, что сторонники реформ таки победили. Правда, естественно, ни про какие политические реформы речь не шла, но на тот момент и экономические были, в общем, под некоторым вопросом. В октябре 92-го года прошел 14-й съезд КПК. Обеспечив продолжение реформ в экономике, Дэн Сяопин решил, значит, также быть спокойным и по поводу наследования власти. И им было принято решение заложить фундамент системы регулярной смены власти в КНР. Предполагалось, что каждые 10 лет, то есть каждый второй съезд Компартии, будет меняться глава партии, который одновременно будет занимать пост председателя КНР. Этот пост, мы с вами видели, был восстановлен в 80-х годах, но теперь он опять становился ключевым. Его должен был занимать глава партии, как когда-то. Вот будут меняться два человека, председатель КНР, глава партии и премьер госсовета. А следующий съезд, то есть через 5 лет, должны быть введены их заместители, которые преемники, которые, значит, еще через 5 лет их заменят. Они вот 5 лет их замещают, заместитель председателя, заместитель премьера госсовета, они входят в курс дела, и следующий съезд их утверждает в этих их, значит, новых должностях. 27 марта 1993 года Диан Зимин стал председателем КНР, Липен остался премьером госсовета, но поскольку, значит, Дэн Сяопин понимал, что до следующего съезда он может и не дожить, то было принято решение на всякий случай наметить преемника уже сейчас. И этим преемником для поста главы партии и председателя КНР был выбран Ху Цзинь Тау. Вот здесь вот у нас внизу он как раз с Дэн Сяопином, значит, за руку здоровается. Ху Цзинь Тау родился в 42-м году, это представитель четвертого поколения руководителей. Он родился в Диан Су в городе Тхайсянь в семье выходцев из Ваньхуэя. Отец его занимался чайной торговлей, мать была учительницей. Он в 64-м году закончив гидротехнический факультет Пекинского университета Цзинь Хуа, вступил в Компартию, в 65-м работал на факультете, был политруком. Тогда, значит, такие должности на факультетах были. Когда случилось культурную революцию, он политруком быть перестал. А в 68-м году за буржуазное происхождение вовсе было выслано в Ганьсу, где, правда, работал инженером на строительстве домов при Людзясяцской ГЭС. То есть, в общем, почти по специальности. В 69-м году он занимал инженерные партийные должности в Министерстве водного хозяйства. А в 80-м Дэн Сяопин, когда только-только пришел к власти, ну, не совсем только-только, но в начале своего пути, такого последнего триумфального, Дэн Сяопин начал программу выдвижения на важные посты молодого поколения лидеров. И здесь Худзин Тао получил поддержку первого секретаря провинции Ганьсу Сунбхина, который его порекомендовал. Он окончил курсы кадровых работников центральной партийной школы. В сентябре 82-го стал кандидатом в члены ЦК, возглавил комсомол провинции Ганьсу. Затем Сунбхина перевели в Пекин, и он перешел вместе с ним. В декабре 82-го возглавил Всекитайскую ассоциацию молодежи, а в 84-м стал главой китайского комсомола. Надо сказать, что комсомольцы – это тоже очень важная, в какой-то момент была группа внутри элиты, внутри верхушки коммунистической партии Китая. Это вот те, кто прошел через руководство комсомолом. И они, кстати, почти все довольно долго были связаны с Хуяубаном, который тоже в свое время возглавлял комсомол. И здесь не исключение. Собственно, именно по предложению Хуяубана в 85-м Худзиньтау возглавил портком провинции Гуйчжоу, а с 88-го возглавлял портком тибетского автономного района. Причем именно на его каденцию пришлись вот эти вот волнения 89-го года весны, про которые мы с вами сегодня говорили. Именно по его приказу в Лхасу были введены войска, и выступления были максимально жестоко подавлены. Многие воспринимают это как своего рода такую репетицию Тяньаньмэнь. То есть эффективность этого способа в Лхасе привела к тому, что именно такое решение было потом принято для подавления протестов в Пекине и в других городах. Более того, когда был отдан приказ о подавлении войсками студенческих волней на Тяньаньмэнь, Худзиньтау был одним из первых руководителей провинции, который написал Дэн Сяопину со словами поддержки и полной лояльности. И за это ему летом 90-го было разрешено продолжать руководить Тибетом из Пекина, что для него было важно, потому что он страшно мучился от, значит, горной болезни. С 92-го года он стал членом постоянного комитета Политбюро, а в 93-м возглавил центральную партийную школу. Дэн Сяопин умер 19 февраля 97-го года в возрасте 93-х лет и в сентябре 97-го на 15-м съезде во-первых, идеи Дэн Сяопина были внесены в Конституцию как одна из основ КНР, наряду с идеями Мао Цзэдуна. Я думаю, Мао Цзэдун бы не был этому рад. В 98-м году Худзиньтау занял пост заместителя председателя КНР и в 99-м заместителя председателя Центрального военного комитета. А что касается поста премьера госсовета, то в 98-м году Липен этот пост оставил, причем говорили, что это по причине здоровья, потому что у него был сердечный приступ, но так-то умер он в 2019-м году, поэтому, в общем, видим, со здоровьем было все неплохо. И его на посту премьера госсовета сменил Джужун Ди, который был как раз реформатором. Он во время 89-го был мэром Шанхая. Вот если Дзян Зиминь был главой порткома, то Джужун Ди был мэром Шанхая и говорят, что как раз он убедил Дзян Зиминя ни в коем случае войска не вводить и вообще пытаться с студентами договариваться. И, кстати, между прочим, шанхайцы это тоже очень важный клан внутри партийных элит. И вот Дзян Зиминь и Джужун Ди как раз классический образец шанхайцев, выходцы из шанхайского руководства. А заместителем премьера госсовета, то есть потенциальным преемником стал Вэнь Дзя Бао, тоже 42-го года рождения, которого тоже некогда выдвинул Ху Яубан. И, соответственно, так внезапно из-за ситуации, когда казалось, что консерваторы полностью одолели, везде на всех верхних позициях оказались реформаторы либо аккуратные, типа Дзян Зиминя, либо вполне известные, даже радикальные, типа Джужун Ди. А Ли Пен внезапно, значит, ушел на пенсию и больше практически ничем не занимался. Это, конечно, удивительная личность Дэн Сяопин. Он не только, значит, успел все проконтролировать, пока был живой, но и после смерти, значит, все, что он наметил, еще очень долго функционировал, так, как он предполагал. Если говорить про наследие Тинянь Мэнь, то, пожалуй, стоит поговорить про всякие такие неформальные организации, в частности, например, китайскую демократическую партию, которую многие бывшие активисты Тинянь Мэнь пытались зарегистрировать 28 июня 98 года, когда в КНР приехал Клинтон. Это было время так называемой второй пекинской весны, когда, значит, умер Дэн Сяопин был возвращен в КНР Гонконг, и многим казалось, что, так сказать, опять наступает некая новая оттепель. Поэтому было принято решение, поскольку нигде в Конституции не сказано, что запрещено регистрировать новые партии, то есть попробовать подать документы на регистрацию. Несмотря на оттепель, все это кончилось максимально плохо, ничего не зарегистрировали, несколько сотен человек было арестовано, многим пришлось срочно бежать. А, например, Ван Бенжан, это очень интересный человек, который врач, он в 79 году его среди первых отправили учиться за границу в Канаду, и в 82 году он защитил там докторскую по патологии. Он был первый гражданин КНР, который защитил докторскую диссертацию в Америке, но он остался в Канаде и в том же 82 основал Китайскую весну. Это был первый демократический журнал китайской иммиграции, такой очень резкий, противооппозиционный. Он в 98 году тоже приезжал в КНР, чтобы участвовать в попытке регистрации этой партии, был вообще одним из ее лидеров среди диаспоры. Ему в 98 году удалось уехать, но в 2002 он был схвачен агентами спецслужб КНР во Вьетнаме, вывезен в Китай, где в феврале 2003 был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж и террористическую деятельность. То есть, несмотря на то, что была масса всяких международных компаний и требований, он до сих пор, собственно говоря, сидит. При этом, кстати, надо сказать, что, хотя это и трудно было заметить по нашему своему материалу, но в Китае на самом деле формально совершенно не однопартийная система. Существует целый ряд дополнительных партий. Например, это революционный комитет Гоминдана, там 158 тысяч человек, Демократическая Лига Китая, 330 тысяч человек, Ассоциация Демократического Национального Действия Китая, 193 тысяч человек, Ассоциация Содействия Развитию Демократии Китая, 156 тысяч человек, Рабочая Крестьянская Демократическая Партия Китая, 178 тысяч человек, Партия Джигун Дан, 48 тысяч человек. Эта партия иногда неправильно переводит как партия стремления к справедливости. На самом деле, это партия завершения объединений. Мы с вами про нее как раз говорили. Она была в 25-м году, основана в Сан-Франциско Чинь-Дюнь-Мином и Тхан-Дияо в противовес Гоминдану. И ее часто также связывали тогда с китайскими франкмасонами и с Обществом Неба и Земли, таким одним из триад. Также к этим партиям относятся Общество 3 сентября, там 184 тысячи членов. Оно названо было в честь даты победы над Японией в 45-м году. И последнее, значит, это Лига демократической автономии Тайваня. Там 3 тысячи человек. Она была основана в Гонконге беженцами с Тайваня после античинкайшистских волнений в 49-м году. Потом поговорим про это. В 49-м году этот инцидент 228. И сначала функционировала в Гонконге, а потом перешла под крыло КНР. Соответственно, все эти партии входят в так называемый единый фронт. Это, значит, вот то, что мы с вами говорили. И, конечно, это наследие вот идеи новой демократии, которая в КНР всегда, значит, где-то лежала на полочке. И они показывают, что у нас не диктатура одной партии, а диктатура одной партии в сотрудничестве со здоровыми патриотическими силами. Все эти партии входят в так называемый Национальный политический консультативный совет Китая. И где за ним закреплено определенное количество мест, причем вне зависимости от численности вообще чего бы то ни было. Там, значит, у революционного комитета Гоминдана Демократической лиги Остация Демократического Национального Действия по 65 мест. У содействия развития Демократии Рабоче-Крестьянской Партии Партии 3 сентября по 45 мест. У Джигундано 30 и у Автономии Тайваня 20. Совет этот собирается раз в год. В него также входят делегаты от профсоюзов, и на них там приходят, собственно, две трети членов. Там всего 2158 человек, по-моему. То есть, эти вот несколько десятков, которые приходятся на эти партии, это, конечно, в общем, ничтожное количество. Там же представлены, конечно, комсомолы, армия, полиция, гонконгские и макаусские партии, а также КПК. В КПК там 97 места, если я не ошибаюсь. И это, естественно, значит, абсолютная имитация. И для меня вообще загадка, зачем, откуда берутся эти миллионы людей, хотя бы миллион, которые входят в эти партии, говорят, что где-то на уровне замминистра даже бывали иногда члены этих партий. Но, например, даже Сун Цинлин, когда ее в мае 1981 года, буквально за две недели до смерти, убедили стать почетным председателем КНР, она все время до этого, с 2019 года входила в Гоминьдан. С 1948 года была одним из лидеров революционного комитета Гоминьдана. Но чтобы стать почетным председателем КНР, ей пришлось оттуда выйти и вступить в КПК за две недели до смерти. То есть это, в общем, показывает все-таки пределы возможности этих членов этих партий. Интересным дополнительным моментом является вопрос всяких религий в современном Китае. Надо сказать, что, как и это в свое время было у нас, с началом реформ, после долгого запрета, стали возникать огромное количество всяких новых религиозных течений, которые были именно из-за того, что мир разрушился и начинается новую, непонятно, как жить дальше, которые имели огромную популярность, даже иногда совершенно непонятную со стороны у населения. Тут, конечно, одна из самых интересных историй – это история Фалуньгун или Фалуньдафа. Значит, 13 мая 1992 года первый открытый семинар по Фалуньгун был проведен в городе Чанчунь на северо-востоке, значит, неким Лихунджи. И тогда это позиционировалось, как одна из традиций Цигуна, которая тогда, значит, эта традиционная физкультура, которую тогда как раз начинали активно воссоздавать. Она получила, значит, официальное признание, находилась под эгидой Китайского научно-исследовательского центра Цигуна, получила государственную поддержку. Но все было сложнее, потому что у Лихунджи есть, значит, настоящее житие, где, в частности, говорится, что он учился практике совершенствования у нескольких буддийских и даосских мастеров, в частности, у некого Цюань-Джюэ, десятого наследника великого закона школы Будды, и у некого истинного даоса, который жил в горах Ченбайшани, значит, представитель даоссской школы великого пути, там чуть не 300-летнего возраста. И вот все это обучение он, значит, где-то в районе культурной революции чуть позже получил, переосмыслил и создал нечто новое, что значит лучше и буддизма, и даосизма, и обещает гораздо более быстрое самосовершенство. Причем, с точки зрения того, зачем это нужно, там довольно серьезная мешанина из убеждений, что скоро грядет конец света, что западная наука ничего не объясняет и вообще неправильно объясняет мир, и что единственное, что может спасти, это как раз Сигун, вот в версии Фалуньгун, который остался от былых цивилизаций, передан лично Лихунджи, который его теперь, значит, делает вам доступным. То есть вот, ну, откровенно говоря, конечно, такая, ну, довольно радикальная, значит, религия нового типа, у меня к большой симпатии не вызывающий. Тем не менее, в Китае он получил огромную популярность. К 1996 году было около двух миллионов последователей, а по собственным данным, чуть не до сорока миллионов. И это вызвало, значит, тревогу у властей. В 1996 году их отключили из ассоциации, из ассоциации Тигуна и стали потихонечку давить. Лихунджи уехал в США. В апреле 1999 около 15 тысяч последователей Фалуньдафа собрались на Тяньаньмэне, потребовали терпимости к своей деятельности. После чего 23 июня 1999 движение было официально запрещено. Было объявлено об аресте 300 лидеров и отправке 5000 сторонников на исправительные работы. Но сторонники говорят, что количество арестованных и репрессированных измеряется сотнями тысяч. И типа только в 2001 году было произведено 830 тысяч арестов. У них много материалов про то, как сторонников Фалуньгун преследуют в лагерях. И страшные рассказы про то, что у них изымают органы. Надо сказать, что изъятие органов в китайских тюрьмах действительно очень известная тема. Там, поскольку по-прежнему очень много смертных приговоров, то это сопровождается изъятием органов. Но вот здесь там все как бы гораздо страшнее рассказывают. На 2013 год на представителя Фалуньгун приходилось 15-20 процентов всех заключенных в китайской системе лагерей. Там в это время от полумиллиона до двух миллионов человек. Но все равно, конечно, это заметное количество. Они крайне активны за рубежом. Среди них, кстати, много и не китайцев. И, пожалуй, это самая активная оппозиционная часть диаспоры, которая всегда, в общем, везде за границей заметна. Из более такого, значит, мирного, но не менее странного, пожалуй, стоит вспомнить святом учении «Только сердце», которое популярно на Тайване, но есть и с представителями на материке. Там от 300 тысяч до миллиона последователей. Основателя там зовут Джан Тхян Ван, который родился на Тайване в 1944 году. Был бизнесменом, в 38 лет серьезно заболел, когда-то Хун Сю Цюань, но в болезни ему явился, значит, не бог-отец, а Гуй Гудзе. Мы с вами про него говорили. Это один из древнекитайских философов, представитель школы дипломатов. И вот почему он здесь вообще фигурирует, это для меня огромная загадка, который нарек его своим представителям в мире. После этого Джан Тхян Ван чудесно выздоровел, начал проповедовать. Потом у него были откровения тоже. В частности, нефритовый император велел ему посвятить себя вере и присвоил ему имя великого мастера Хун Юаня, как он сейчас и использует. Значит, у великого мастера постоянная ментальная связь с Гуй Гудзе. Доктрина религии состоит в том, что некогда была великая кунь-лунская цивилизация, которая исчезла, но передала часть мудрости древним китайцам через Фуси. Это, прежде всего, книга перемен. И следующих мифических императоров. Причем, например, Хуан Ди почитают наряду с его главным врагом Чи Ю, который считается символом некитайских народов. Также почитаются три предка. Это, значит, предки... Они также и предки корейских, вьетнамских и японских, значит, правящих династий. И мудрость эта в итоге была передана Гуй Гудзе, от него, собственно, великого мастера. Канон из речей и книг великого мастера сейчас состоит уже из 18 тысяч томов и, значит, продолжает расти. Много храмов, много элементов культа предков, и даже многие тайваньские политики в этом культе активно участвуют. Из пара христианских я бы хотел рассказать про замечательную церковь Думфан Шандянь, что значит «Восточная молния». Это отсылка к фразе из Евангелия от Матфея, сказанной, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Также она именуется Церковь Всемогущего Бога. Выросла она из среды протестантских течений, так называемых домашних церквей, которые продолжали существовать, несмотря на формальную, практически полную ликвидацию протестантизма в Китае. Мы с вами про это поговорим. И в отличие от официального протестантизма, были крайне нетерпимы к подчинению партии, вообще, так сказать, антикоммунистические, совершенно бесстрашные. Их называли власти, значит, крикунами и довольно жестоко преследовали. Вот в 89-м году, как считается, среди них появилась 16-летняя девушка, которую звали Ян Сяньбинь, которая стала известна своими проповедями, и многие считали эти проповеди боговдохновенными. В 91-м году она познакомилась с лидером одной из таких протестантских групп Джао Вейшанем, который был бывшим учителем физики, который тоже стал известен как человек, через которого снисходит святой дух. А в 92-м году была основана собственная церковь всемогущего бога, главным учением которой является идея о том, что Ян Сяньбинь – это новое и последнее воплощение Иисуса Христа. Ее приход начинает последний период в истории человечества, и после периода закона и периода благодати приходит период царства, когда будут искоренены грехи. И, естественно, бог явился там, где зло сильнее всего, в коммунистическом Китае, где, значит, нужно бороться с великим красным драконом, который был предсказан в Откровении Иоанна, и под которым, естественно, понимается Компартия. Надо сказать, что это придумали не только они, среди китайских христиан вот эта идея, что в Откровении от Иоанна описана именно коммунистическая власть в Китае, очень популярна. И за это, кстати, их, конечно, нельзя не уважать. Церковь эта признает Библию священным писанием, но считает ее сейчас неактуальным, в то время как, значит, есть доступное получение воплощенного Бога. Храмов и таинств нет, но адепты находятся в постоянном общении друг с другом. Естественно, их сразу стали очень жестко преследовать. В 2000 году Джао Вэйшань и Ян Сяньбинь уехали в Соединенные Штаты, где, собственно, живут и сейчас. В 2009 главы церкви в Китае были арестованы, тысячи адептов бежали за границу, появились и некитайские приверженцы. На 2014 власти насчитывали 3-4 миллиона приверженцев церкви в Китае, это может быть несколько преувеличено. Их пытались обвинить в нескольких ритуальных убийствах, но доказать этого, насколько я понимаю, не удалось. Если мы говорим про всякие новые веры, то грех не поговорить, значит, про более традиционные. Я думаю, что мы с вами как-то пропустили про судьбы, значит, собственно, китайского буддизма в новое время. Конец XIX века был довольно важным временем для Чань-буддизма. Он до этого как-то в манчжурское время немножечко перестал развиваться. А вот в конце XIX как раз произошло возрождение. И это во многом связано с деятельностью двух человек, из которых очень интересен Тхай-сюй. Его имя означает «Великая пустота». Он родился в 1890-м, но в 1947-м. Родился он в Джидзиане. В 16 лет стал чайским монахом в Су-Джоу. Много читал реформаторов, например, Кан Ю-Вэя, Джан Тхай-янь и Лян Си-Чау. И пришел к мысли о необходимости реформирования буддизма. Был связан с революционерами. Считал, что монахов вообще в Санкт-Петербурге должно быть много. Главное – это миряне. А монахи нужны только для продолжения традиции и для проповеди. А главное – это миряне, которые будут помогать людям. И, собственно, достигать совершенств именно за счет, прежде всего, добрых дел. Он, собственно, один из идеологов буддизма среди людей. То есть именно реализации буддиста не в процессе медитации, изучения священных текстов, а прежде всего за счет добрых дел в отношении других. Он очень высоко ставил культ чистой земли, но считал, что это не некая сказочная страна Будды Амитабхи, в которой можно переродиться, если правильно молиться. А ее надо построить вот здесь, на земле. И, собственно, буддисты для того и нужны, чтобы построить эту чистую землю здесь. Он, надо сказать, много написал и очень сильно повлиял на чань-буддизм последующих поколений. Его одним из главных учеников был Иншунь, который сравнительно недавно скончался в 2005 году, в почти 100-летнем возрасте. Он уехал на Тайвань. И, собственно, практически для тайваньских буддийских наставников, почти для всех является либо учителем, либо, значит, человеком, который на них сильно повлиял, практически возродил там чань-буддизм. Самой известной такой иконической фигурой буддийского возрождения, хотя менее радикальной, чем Тхасюи, был Сююнь, то есть пустое облако или пустые речи. У него загадочная биография. В частности, у него рекомендуемые даты жизни 1840-1959, что, конечно, значит, удивительно и сомнительно. Родился он в Фудзяне. Хотел уйти в монахи с детства. Семья не позволяла, его женили. Но, значит, с женой он общался исключительно как с ученицей. Тоже ее обратил в буддизм. В 19 лет все-таки ему разрешили уйти в монастырь. В 43 года он ушел путешествовать пилигримом и был практически на всех буддийских свечных местах Китая. В Имейшане, в Лхайсе, в Ташилумпо. Потом, выйдя на Цейлоне, вернулся в Китай через 11 лет. То есть, такой новый Сюаньцзан. Много учил и наставлял. Причем был известен и в Бирме, и в Таиланде, и в Малайе, и в Вьетнаме, и даже в Тибете. В 1942 году, когда ему должно было быть уже за 100, собрал буддийский сет в Чунтини, который поддержал Чингайши. В 1949 году остался на материке, полагая, что он сможет защитить буддийские общины от коммунистов. Но получилось иначе. В 1951 году его и 25 учеников обвинили в хранении оружия. Они были в Гуандуне арестованы. Их нескольких запытали до смерти. Ему переломали несколько ребер. Многие в описании были осожжены. И освободили его только после вмешательства Джо Уинлая. Тем не менее, в 1953 году, или не тем не менее, а поэтому, в 1953 году он стал одним из инициаторов формирования Китайской буддийской ассоциации, где стал одним из четырех почетных президентов вместе с Далай-ламой, Панчен-ламой и главой буддистов внутренней Монголии. Это, кстати, показывает, насколько в тот момент пекинское руководство пыталось приманить именно тибетских буддистов. У нас Китайская буддийская ассоциация из четырех почетных представителей только один представитель Чань-буддизма. Все остальные представители тибетского буддизма. Якобы ассоциация эта выставила власти условия не разрушать храм и священные объекты, не разгонять монастыри, не заставлять монахов и монахин вернуться в мир. И за это они обещали поддержку коммунистам. Значит, присловия были приняты, но мы знаем, что они совершенно никогда или почти никогда не исполнялись. С 1953 по 1966 президентом ассоциации был Шараб Гьяццо, тибетский религиозный деятель, который был в оппозиции лхазскому правительству. С 1937 года он жил в Китае. Затем в 50-х годах выступал за земельную реформу в Тибете, осуждал повстанцев. Но тем не менее он в 1962 году стал критиковать правительственную политику. Говорю, что вы делаете то, чего не решали сделать Чанкайши и Мабуфан. Поэтому в 1964 подвергли критике на специальной конференции, изолировали в Амдо, где критика продолжала. В 1966 году на митинге борьбы ему сломали ногу. А 1 ноября 1968 года он был замучен до смерти в тюрьме. А значит, ассоциация, естественно, была распущена и восстановлена только в 1980 году. И представлять собой такой поучительный пример государственной религии. С 1980 по 2000 ассоциацию руководил Джао Кучху, который, в частности, в 1994 пытался запретить строительство новых больших статуй Будды, говоря, что их вот так уже достаточно. Это, конечно, то самое, что должен делать глава в диск ассоциации. Но ничего у него не получилось, потому что желание, значит, новых бизнесменов дать денег на статуи Будды не могло остановить ничего. Мнение статуи эти появлялись, значит, повсеместно. Яркое лицо этого руководства это, например, Ши Юн Синь. Он здесь у нас на нижнем фото. Который в 22 года стал настоятелем Шаолиня, полностью уничтоживаемой культурной революцией. И не только его восстановил, но и превратил в крупнейшую бизнес-империю. Он зарегистрировал торговый знак. Там франшиза, значит, 40 компаний по всему миру. Его учебник по кунг-фу был ни много ни мало включен в фодзан, то есть в буддийский канон. А в 2018 году в Шаолине был поднят флаг КНР в рамках, значит, патриотизации религии. С 2010 года заместитель председателя ассоциации 11-й Пан Чен Лам в пекинской версии. Про него мы с вами говорили. В 2018 году случился скандал. Очень популярный и давнишний глава ассоциации Сюэ Чен, вот он здесь на верхнем фото, был вынужден уйти в отставку, после того, как его обвинили в изнасиловании шестерых монашек, коррупции, диктатуре в монастырях и так далее. И, значит, сейчас там новый управляющий, но скандал был довольно большой. До 2018 года ассоциация, как и все аналогичные ассоциации, подчинялась Бюро по делам религии при госсовете, но в 2018-м оно было ликвидировано и все они были переведены в ведомства департамента ЦК КПК по единому фронту. То есть они проходят по тому же направлению, что вот эти ненастоящие партии. И это, на самом деле, довольно красноречиво. Ассоциации, естественно, такие были для других религий. В 1957 году была основана Даосская ассоциация. В 1953-м Исламская, где первым президентом был Бурхан Шахидим. Мы с вами про него говорили. Что касается христиан, то в 1950 году на встрече с представителем протестанцев Джо Уин Лай была предложена система трех принципов само. То есть самоуправление, самообеспечение и самораспространение. На самом деле, эта схема была не новая. Ее китайские протестанты разработали еще в конце 2019 года. И уже в 1792-м она была основой для местных китайских церквей. Но тогда это было прежде всего самообеспечение действительно и самовоспроизводство. То есть без работы, без постоянного вливания иностранных специалистов. Ассоциация стала звучать как отказ от подчинения империалистическим государствам. В июле 1950-го был опубликован христианский манифест, очень лоялистский, антиимпериалистический. Христиан призывали принять коммунизм и строить его. 23 сентября 1950-го был напечатан наш же Минжибао. Его вскоре подписали 400 тысяч китайских протестантов. И на фоне этого в 1954-м появилась Китайская протестантская патриотическая ассоциация трех само, то есть вот этих трех самоавтономных принципов, которая, впрочем, также в 1966-м была ликвидирована и восстановлена только в 1979-м. И поскольку за это время ее влияние на протестантов в стране очень сильно упало и в основном они перешли вот в эти так называемые домашние церкви крикунов, то в 80-м появилась еще одна организация китайских протестантов, которая называется Китайский Протестантский Совет. Но они, кстати, не очень конкурируют, потому что вот этот Протестантский Совет занимается образованием и публикацией Библии. Что касается католиков, то для них, естественно, ситуация была сложнее, потому что, в отличие от протестантов, отказ от связи с Римом для них был практически невозможен в 1857 году Папа Пий XII выпустил Булу Купимус им примис в 1854 году от Синарум Гентес, где хвалил китайских католиков за верность их правительству и просил не стремиться к мученицу, но подчеркивал, что независимость от Рима сделает их не католиками. В 1857 году все-таки была создана католическая патриотическая ассоциация во главе с архипископом и шиньянским Игнатием Пишуши. В 1858 году были назначены первые епископы без согласования с Римом и в Булле от апостолерум принципис Папа отказался их признавать. Правда, деятельность этой ассоциации кончилась даже раньше других, практически вместе с компанией против правых и в итоге даже сейчас в Китае подпольных катакомбных католиков больше, чем официальных по некоторым оценкам. И уже с 1978 года, то есть после смерти Мао Цзудуна, Ватикан поставил на поток назначения новых епископов вот этими катакомбными католиками, то есть они назначают и им потом их утверждает официально. Символом сопротивления стал епископ Шанхая с 1950 года Игнатий Гунбхин Мэй, вот он здесь на фотографии, который в 1955 году был арестован, приговорен к пожизненному заключению, в 1979 году, будучи в тюрьме, получил пост кардинала, но решение было секретным, и он узнал только в 1988 году, когда выпустили из тюрьмы после почти 33 лет заключений и разрешили уехать, он уехал в Ватикан, и там ему выдали кардинальскую шапку, которая была для него некоторой неожиданностью. В 2007 году властям пришлось даже заключить неофициальное соглашение с Ватиканом о том, что за назначение новых епископов таки согласуются с Римом, поскольку иначе их никто не признавал и к ним никто не ходил на службы. В 2018 году было подписано официальное соглашение, в октябре 22-го оно было продлено, но вот уже в ноябре 22-го Ватикан обвинил Пекин в его нарушении, так что не знаю, что там будет дальше. Аналогичной православной ассоциации никогда не было, потому что, хотя Китайская Православная Церковь получила в 56-м году автокефалию, но у нее был единственный предстоятель Василий Шуан, который умер в 62-м году, и в общем она де-факто не существует. В принципе, все эти ассоциации, как я уже сказал, подчинены ЦК, и в 2018 году был принят новый закон о религиях, который говорит о том, что главной задачей любой религии является патриотизм и воспитание любви к правительству, и введено требование о китаизации священных текстов всех религий, которые работают в Китае, пока никто точно не знает, что это будет и как это повлияет например на текст Библии, но в общем конечно немножечко пугает. Что касается политической истории в 90-х годах, то, пожалуй, стоит упомянуть несколько главных моментов. В 91-м году Диан Зе Минин инициировал широкую реформу образования в школах и вузах. В школьную программу было добавлено под патриотическое преподавание истории. Надо сказать, что при Мао Цзюдуне естественно это тоже было, но в основном концентрировалось на славных победах Нуак над японцами и над Гаминьданом, а теперь основной, и с тех пор так оно никуда и не делалось, основной акцент стали делать на жертвах мирного населения из-за жестокости, значит, прежде всего японцев во время войны стали быстро расти цифры потерь в войне, стали говорить именно в этот момент про Данкинскую резню, строить именно мемориалы по поводу жертв, а не по поводу побед, возить туда школьников, студентов и госслужащих, и с этого момента начинается быстрый рост антияпонских настроений, которых до этого в китайском обществе практически не отмечалось, и мы с вами уже говорили, что в Японии там тоже есть свои сложные вопросы по отношению к Второй мировой войне, но вот в Китае именно с этого момента вот этот тезис о том, что японцы недостаточно извиняются за свои преступления, стал основным в пропаганде по отношению к Японии. В 92-м году КНР законно объявил свои территории острова Дяу-Юйда-Сен-Каку, которые контролируются Японией, но, значит, вот с тех пор официально считаются территорией Китая. Из крупных проектов, пожалуй, стоит указать на начало постройки грандиозной ГЭС-3 ущелина, Янзы, которые начали строить в 1994-м и закончили в 2012-м, электричество она начала давать с 2003-го, говорят, что ее главным, так сказать, отцом и пропагандистом был Липен. Платина является самым тяжелым сооружением в мире. В 2020-м она поставила мировой рекорд производительности для ГЭС. При этом, многие считают проект спорным. Пристроисту пришлось переселить миллион триста тысяч человек, утрачено множество археологических и природных памятников. Погибло несколько эндемичных видов, которые жили в Янзы. Мы правильно с вами говорили про янзыского дельфина, про веслоноса и прочее. В случае разрушения плотины, которая находится в сейсмоопасной области, в зоне затопления окажется 360 миллионов человек, про что не хочется даже и думать. При этом, несмотря на всю ее грандиозность и действительно большую выработку, сейчас на нее приходится менее двух процентов выработки электроэнергии КНР. То есть, в общем, вопрос встает, насколько это было все необходимо. Что касается бизнеса, то в 95-м году именно Дзян Зе Миним была предложена, была предложена стратегия выхода, да, дзо понималась как открытость и, значит, распространение китайских достижений, но многие это оценивают иначе. И здесь, пожалуй, самый яркий пример это Африка, которая такой самый известный кейс китайской экспансии, который многие даже называют новым колониализмом. Со многими странами Африки у Китая давние отношения, например, во время советского кризиса Египту КНР символически дало 4,5 миллиона долларов в благодарность за первое на континенте признание КНР. Потом китайские специалисты тренировали боевиков Африканского национального конгресса. Это была такая другая история, больше антисоветская. То есть, борясь за положение в мире, китайцы были готовы помогать любым, кто, значит, обращался к ним, а не к Советскому Союзу. Потом ситуация полностью изменилась. С конца 70-х Китай не занимается экспортом коммунистической идеологии, говоря о том, что социализм с китайской спецификой можно построить только в Китае, поэтому научить никому, значит, мы ничего не можем. И Африка здесь была довольно перспективным рынком применения влияния, поскольку, во-первых, она была бедна и при этом богата ресурсами. К тому же, после крушения СССР в соцлагерье, там случился некоторый вакуум влияния. Советский Союз оттуда ушел, и это повлияло и на интерес Запада, который до этого боролся за Африку с Советским Союзом, а теперь бороться стало не с кем, и, значит, интерес заметно упал. Был еще один момент. Дело в том, что очень многие африканские страны большинство еще 40 лет назад признавали в качестве единственного китайского правительства Тайвань. Он за это расплачивался грантами, и, собственно, вот эта попытка борьба за признание, которая стоила небольших денег, она привыкла к тому, что КНР стала активно заниматься Африкой, и, надо сказать, действительно это поддало свои результаты. Сейчас Тайвань признает, по-моему, только и Сватини, бывший Свазилент, а, значит, все остальные стали признавать Пекин, причем иногда это было даже довольно драматично. Например, в Чаде был такой президент Идрис Деби, который признавал Тайвань, и в 2006-м случилась попытка переворота, и оппозицию, значит, вооружали китайцы, переворот провалился, поскольку вмешались французы, но Деби после этого сделал выводы, и Пекин таки признал. А потом оказалось, что, собственно говоря, есть еще очень логичный способ продолжения увеличения влияния, это займы. Африканским правительствам мало кто давал в долг, китайцы давали, и африканские правительства брали, даже не глядя на то, что там очень высокие проценты и сложенные, значит, обязательства в случае невыплат, потому что африканский правитель правит обычно недолго, и поэтому, если отдавать нескоро, то, может быть, это будет не он, а может быть, даже будет человек, который его свергнул. Поэтому какой смысл о нем, собственно, сильно обеспокоится. Тут хороший пример, например, Ангола, где в 2002 году закончилась 30-летняя гражданская война, но Западу было совершенно не до нее, и в итоге именно Китай предложил инвестиции в инфраструктуру, в обмен на нефть. В 2013 году в Анголе жило 172 тысячи китайцев, 72% ангольской нефти шло в Китай. Сейчас они должны Китаю 18 миллиардов долларов, и вообще в Китае сейчас множество китайских проектов, например, трубопровод Великого Нила в Судане и Южном Судане к Красному морю, огромный газ в Эфиопии, который перекрывает и Белый, и Голубой Нил, железная дорога в Кении между Наробией и Мамбасой, говорят, что если Кения не сможет ее оплатить, то порт Мамбаса перейдет под управление КНР. Не почти везде это такие своеобразные КВЖД, то есть это выделенные территории, строят объекты китайцы, обслуживают китайцы и охраняют китайцы. Сейчас в Китайце в Африке порядка миллиона человек, больше всего в ЮАР, там 200 тысяч, и пользуют, в общем, тоже в основном китайцы, а местные там работают только на самых низкооплачиваемых местах, с соответствующим, значит, отношениям к ним. Китайцы сейчас строят новую египетскую столицу, там, значит, новая административная, New Administrative Capital называется, и имя выстроена и содержится штаб-квартира Африканского союза в Одессабебе. В Африке китайцами организованы 10 свободных экономических зон, две в Нигерии, по одной в Замбии, Джибути, Кении, Маврикии, Мавритании, Египте и Алжире, плюс одна в Омане. Это не государство, то есть это организуют китайские компании, но те, кто там работает, получают гранты от китайского правительства, прежде всего, через так называемый Китайский фонд развития Африки, который был учрежден в 2007 году. Китай покупает в Африке, в основном в Анголе, третьим портируемой Китаем нефтью, в Буркина, Фасо и Мали, примерно 20% ввозимого хлопка. В 2003 году в Пекине собрался первый форум китайско-африканского сотрудничества. Он собирается раз в три года, в него входят 53 государства, это все африканские государства, если я правильно понимаю, кроме, опять же, и Сватини. Африканские страны дисциплинированно поддерживают Пекин в ООН в случае, если нужно, скажем, в голосованиях по правам человека в Синьцзяне и так далее. В 2009 году объем китайской торговли с Африкой превысил американский. Продажи китайского оружия в Африке с 2012 по 2017 выросли на 55%. И они там много где абсолютная лидия, причем не только по оружию, но вообще по всем промышленным товарам. У Китая есть военная база в Джибути под предлогом борьбы с пиратством. Опросы показывают при этом, что большинство африканцев в Китае относятся хорошо и ставят на первое место среди иностранных держав, которые сделали для их страны что-то хорошее. При этом были и случаи неприятные. Скажем, в Замбии как-то на медной шахте убили китайских предпринимателей. В 2014 году на Мадагаскаре работники китайской сахарной плантации сожгли фабрику. И в многих странах, например, в Замбии там 40% госдолга это долг Китаю и живет 80 тысяч китайцев и в некоторых других государствах оппозиция, которые борются за приход к власти, все активнее используют антикитайскую карту и говорят значит о новом колониализме, о новых рабовладельцах, чуть ли не обещают в случае прихода к власти признать Тайвань. Кстати, Пекин на это реагирует довольно нервно, типа значит грозя прекратить поставлять деньги. При этом на фоне ковида не исключено, что эти антикитайские настроения будут расти, потому что по тем же опросам, которые показывают, что большинство китайцев к Китаю относятся хорошо, эти же опросы показывают, что большинство китайцев верят в то, что ковид был значит разработан в Китае для того, чтобы потом его распространить и значит вот всем другим сделать плохо. Поэтому тут довольно сложная психиатрическая ситуация. При этом на самом деле видимо пик китайской экспансии в Африку позади, по крайней мере пик займов пришелся на 2016 год, тогда Африка получила от Китая 28,4 миллиарда долларов, а в 2020 например всего 1,9. И это возможно пересмотр политики на менее агрессивную, потому что про предыдущую очень много всего стали говорить в том числе и самой Африки, но не исключено, что это в связи с тем, что в Китае стало меньше денег. И соответственно вот такая вот дача денег под то, чтобы потом получить какие-то выгоды, она уже кажется не такой эффективной как раньше, поскольку деньги нужны и у себя. И вообще после 2009 года очень многие совместные проекты, которые должны были строить китайцы, они замораживаются или сворачиваются. В общем, посмотрим, что будет дальше. Если говорить про внешнюю политику президента Зимини, то она была довольно непростой. В 1997 году он ездил в США и встречался с Клинтоном, как когда-то Дэн Сяопин, но потом были обострения, например, в мае 1999 американские самолеты нанесли бомбовый удар по китайскому посольству в Белграде, погибло 3 сотрудника, и тогда Пекин очень жестко на это все отреагировал. В Китае были антиамериканские демонстрации у посольств, не только американских, но и других стран НАТО, но после извинения Клинтона все было велено быстро прекратить и максимально свернуть. В результате в октябре 2000 был подписан акт об отношениях США и Китая, по которому Китай получал статус страны, с которой у США постоянные нормальные торговые отношения. Это значит аналог того, что в 19 веке называлось Most Favorite Nation, то есть максимальные привилегии в торговле. И это сыграло очень большую роль как в отношениях, так и особенно в выстраивании китайско-американской торговли. В апреле 2001 случился еще один неприятный инцидент. Китайский истребитель при попытке перехватить американский самолет-разведчик над островами Южно-Китайского моря, которые Китай считает своими, а остальные нет, китайский истребитель значит об него ударился и упал. Погиб китайский пилот, а самолету американскому пришлось совершить вынужденную посадку на Хайнане. И там 24 члена экипажа были задержаны, но через 10 дней, опять же, после извинения американской стороны и сожалений, и компенсации, были переданы в Америку, а в июле даже и самолет вернули. И он, кстати, его починили, он летает и сейчас. И во многом, после, не значит поэтому, но в декабре 2001-го Китай вступил в Всемирную торговую организацию. То есть, в принципе, вот эти вот инциденты, они скорее приводили к усилению положения Китая на мировой арене и к улучшению отношений с Америкой, но при этом они сыграли довольно большую роль в постепенном выстраивании такого антиамериканизма во внутренней пропаганде, потому что и то, и другое довольно активно раскручивалось в прессе, и это никуда, в общем-то, не делось. Что касается отношений с Россией, то 16 июля 2001-го года в Москве Тянзи Мини Путин подписали российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который как бы восстановил договор 50-го, ну, пришел на смену договор 50-го года. Договор заключен на 20 лет с автоматическим продлением еще на 5, насколько я понимаю, сейчас он автоматически продлен. Там декларируем отсутствие территориальных претензий, по двум участкам границы были продолжены переговоры, и они были закончены в 2004-м, тогда было подписано дополнительное соглашение, но формальное дополнительное соглашение не к этому договору, а к соглашению о границе от 16 мая 1991-го, и по этому дополнительному соглашению Китаю были переданы острова Тарабаров и Большой Уссурийский. В принципе, хотя многие говорят, что этот договор такой ни о чем, но тем не менее, он уже продержался гораздо дольше, чем, значит, советско-китайский договор 50-го года, который уже в 60-м практически действовать перестал, так что толк все-таки от этого был. В ноябре 2002-го года на 16-м съезде КПК Ху Цзинь Тау, как и было запланировано, сменил Диан Замини на посту генерального секретаря ЦК КПК, в марте 2003-го он стал председателем КНР, а в сентябре 2004-го возглавил Центральный военный совет КПК, в марте 2005-го Центральный военный совет КНР. Уходя на съезде, Диан Замини сформулировал такой свой главный теоретический вклад. Это называется тезис о тройном представительстве Сань Гадай-Бяо, согласно которому КПК должна представлять интересы передовых производительных сил, передовой китайской культуры и коренные интересы большинства китайского общества. То есть, соответственно, больше не идет речь о том, что Компартия это партия, которая реализует диктатуру пролетариата и выражает интересы трудящихся, она выражает интересы абсолютного большинства китайского общества. Это важно. И, собственно, в 2004-м это было внесено в устав КПК, где до сих пор, собственно говоря, и находится. Говорили, что Диан Зи Минь в общем-то не был против стать таким новым Дэн Сяопином, но никаких фактов по этому поводу нету. Он когда надо ушел со всех постов и потом на протяжении всего остатка дней, а умер он совсем недавно в ноябре 22-го года в возраст 96-ти лет, он был таким одним из старейшин партии, к которому всегда с большим уважением относились все его преемники и он, так сказать, иногда в чем-то участвовал, но позицию Дэн Сяопина он занять не сумел или не хотел. Между прочим, он был единственным главой Китайской Народной Республики, который хорошо говорил по-английски, а также, кстати, неплохо говорил по-русски, остальные, значит, таким не блещут. Кстати, на том же съезде 2002-го года было введено негласное правило, которое по-китайски звучит Тишан Бася, оно у меня там немножко выше по ошибке было, влезло в слайды. Это довольно забавно, потому что, в принципе, это такой фразеологизм, который означает чувствовать себя неуверенно не в своей тарелке, но в данном случае это и значит иное. Это значит, что если на момент съезда члену Политбюро 67 лет, то он может остаться в Политбюро. Если ему 68, то он должен уйти на пенсию. Это значит, 7 вверх, 8 вниз это переводится. И, надо сказать, довольно долго это был главный принцип, по которому каждый съезд, значит, переформатировалась китайская партийная элита. Ну, вот так мы с вами, собственно, дошли, как ни странно, до 21 века. А вот про Китай в 21 веке, во времена Ху Цзиньтао, сменившие оси Цзинькина, мы с вами поговорим в следующий раз. А сейчас я, значит, буду рад ответить на вопросы, если они появились. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Вы сегодня коротко очень упомянули про распад СССР и всего вот этого лагеря. Скажите, пожалуйста, как, во-первых, в Китае эта тема освещалась в СМИ, там, начиная с Берлинской стены и вообще распад СССР и появление отдельных государств. Как вообще к этой ситуации сейчас относятся в Китае? Может быть, как это в системе образования представлено? Спасибо. Я думаю, что про это, собственно говоря, есть всякие специальные исследования. Насколько я понимаю, поскольку в основном все-таки основной поток информации пришелся на время после Тианя Альмани, то это все как раз максимально негативно оценивалось. Ничего хорошего в этом никто не видел. И более того, и сейчас позиция такова, что распад Советского Союза это огромная трагедия и потеря коммунистического движения для человечества, что это победа темных сил. И, собственно, одна из главных заслуг Компартии Китая, помимо экономических реформ, это то, что такой распад не был допущен в Китае. То есть, это могло быть, мировая закулиса этого пыталась добиться, но в Китае этого допущено не было. поэтому мне кажется, я не в прессе, не в таких разговорах с людьми, поскольку я некоторым образом из России, то, естественно, почти всегда беседы со мной были именно об этом. Я никогда не слышал, чтобы у кого-то была иная оценка, чем вот как же плохо, что Советский Союз распал, Советский Союз был большой и сильный, а Россия, значит, не такая большая и не такая сильная. Это вот очень жаль. Тут я других мнений не слышал, а я так понимаю, что никаких других мнений в официальном дискурсе не появлялось и не внедрялось. А вот у меня такой вопрос. Я так понимаю, что все-таки отношения между Россией и Китаем были непростыми, а и вот максимально плохие и максимально хорошие отношения между Россией и Китаем вот на ваш взгляд когда были? Ну, наверное, максимально хорошие это все-таки вот этот период Великой Дружбы с 49-го там по 59-й приблизительно, когда Китай получал советскую помощь, был за нее очень благодарен, там работали сотни, наверное, даже тысячи советских специалистов, строились советские объекты, там в Пекине строились здания совершенно советского облика, там как на ВДНХ и прочее, и казалось, что это вот значит братья на век. И тут, там, сейчас же отношения, они, конечно, гораздо менее эмоционально нагруженные с обеих сторон, то есть они как бы на недавнем времени были вполне хорошими и все друг друга объявляли лучшими союзниками, но вот на уровне восприятия масс это, конечно, совсем не так, а тогда это было просто вот одним из главных позитивных моментов в жизни как простого советского человека, так и простого китайца, потому что все интересовались соседом, и казалось, что это действительно вот такая дружба будет всегда. А что касается худших, ну, наверное, это вот, да, 68-69, когда бои на Даманском, и действительно прямо вот-вот-вот чуть-чуть буквально не дошли до большой войны, хотя там вот с 60-го, 67-го особенно и до ну вот, до перестройки, то есть вот когда, значит, там всякие стали восстанавливаться какие-то контакты и вот до приезда Горбачева, там отношения, конечно, но Советский Союз был просто, ну, главный враг Китайской Народной Республики, то есть там все остальные, они, то есть если, да, вот для Ирана все-таки США были большим сатаной, а значит, Советский Союз малым сатаной, то там, пожалуй, было наоборот и с Америкой Китай наладил отношения гораздо раньше и во многом для того, чтобы насолить Советскому Союзу, то есть это был просто главный враг, что удивительно, конечно, сейчас так думать, какие мы были влиятельные. Спасибо, а вот все-таки насколько сильно на Китай повлиял распад Советского Союза, ну, вот помимо того, что они смогли в Африке продвинуться. Ну, вот я думаю, что это, конечно, во многом укрепило власть Компартии, потому что действительно в Китае, особенно среди интеллектуалов, были многие, кто ставил Горбачеву в пример китайскому руководству, и когда Советский Союз распался, то, конечно, это был очень сильным аргументом против, дескать, вот этого вы хотели, да, вот так у нас тоже могло бы быть, если мы вас послушали, поэтому здесь это повлияло сильно, но с другой стороны, с точки зрения там экономической, мне кажется, что Китай скорее от этого даже получил плюсы, потому что он сумел гораздо больше и гораздо дешевле, чем до этого мог бы рассчитывать купить всяких там военных технологий, не только военных, оружие, много где заменить Советский Союз на всяких рынках, в том числе в Африке, так что, в общем, по факту распад Советского Союза для Китая был, наверное, выгодным, и, собственно, с этого во многом начался его путь там по заниманию места такой второй великой державы помимо Соединенных Штатов, это, в общем, тут, наверное, скорее так, но во внутренней риторике, да, это такое, то есть они вполне разделяют это мнение, что это была трагедия, которую надо было обязательно избежать и прочее, и прочее. И вот, да, это как раз пример того, что бывает, если партия недостаточно жестко и недостаточно принципиально держит свою власть, вот как-то так. Спасибо. А можно еще по прошлой лекции вопрос? Да, конечно. Китайско-Вьетнамская война, вот помимо геополитики, какие-то экономические резоны она имела? Я просто, может, прослушала. Нет. Я, по крайней мере, не вижу. То есть там это была как раз такая чистая геополитика и раздражение от того, что мало того, что Вьетнам про советскую ориентацию, но он еще и Камбоджу хочет перетащить вот в этот советский лагерь из китайского. Там, наоборот, Китай вложил в это очень большие средства, причем в тот момент, когда они, мягко говоря, были нужны самому. И там, если я правильно помню, из-за этого даже какие-то сорвались выполнение каких-то планов на 80-е, что ли, год, там чего-то не достигли, потому что вот эти средства были потрачены на эту войну, которая ничего не дала. То есть, нет, там была как раз чистая геополитика и просто предполагалось, что это все будет легко и эффектно, а получилось не легко и не эффектно. Там, по-моему, как раз поэтому я и говорю, что с моей точки зрения это во многом такая инерция времен Мао Цзэдуна, потому что все-таки Дэн Сяопин, по возможности, старался избежать чего бы то ни было, что опасно для экономического развития. Вот это явно исключение из того, что он делал. Спасибо. Сергей Викторович, а ведь помимо территориальных обменов с Россией были также еще и отношения с Казахстаном в этой области. Да, я что-то говорил про это. Когда я говорил про Даманский, я говорил про вот этот сжала наш Коль, по-моему, и там тоже в каком-то 92-м был подписан соответствующий договор, по которому эти спорные территории тоже были Китаю переданы. Ну, там и Таджикистан подписывал соответствующие договора, то есть там, по-моему, как раз Таджикистан прям всю границу уже согласовал, у всех остальных там остаются какие-то куски, а Таджикистан, по-моему, и может быть Тиргизия. Причем там были довольно крупные уступки, насколько я понимаю. Ну, это с вами 19-го века. А еще вопрос, а вот нынешняя демографическая ситуация, она, насколько болезненная она может обернуться? Ну, мы про это поговорим, наверное, в следующий раз, но если коротко, то, видите, они первый раз показали снижение населения, причем, ну, для Китая небольшое, но там 800 тысяч человек, и, в общем-то, конечно, многие демографы считают, что ситуация тяжелая, потому что они добились действительно исключительно низкой рождаемости, даже ниже, чем в Японии, по-моему, и, учитывая, что у них очень проблемная вот эта пирамида населения, то и совсем не такие уровни накоплений, как лично, так и государственных, как, значит, в Японии, то им, конечно, грозит тяжелые проблемы с выплатой пенсии, там и так далее в довольно ближайшее время. У них сейчас чуть ли не каждый год на год увеличивается, значит, этот средний возраст населения. Сейчас он уже там 38. Вот, то есть это, ну, как бы, проблема вот у всех, на самом деле, как бы весь развитый мир сейчас в той или иной ситуации находится в ситуации, когда непонятно, как дальше поддерживать вот эту систему, которая была выстроена, но Китай пришел к этому в гораздо худшем положении, потому что-то по-прежнему это очень небогатая страна в среднем. И поэтому это будет гораздо тяжелее решить, чем, значит, в каких-то других соседних государствах. Ну, как всегда, в Китае поживем-увидим, да, поскольку действительно Китаю, да, много кто предрекал. Я люблю говорить, что там на середину 70-х не было ни одного международного эксперта, зависимого, независимо любого, который бы считал, что у Китая есть будущее. Они все, значит, только рассуждали в деталях, как он будет разваливаться, что там, какая там будет гражданская война, какой там будет голод, и никто не верил в то, что, возможно, что-то другое, да, поэтому тут поживем-увидим. Но вот на данный момент там действительно довольно-таки тревожные, тревожные ситуации с точки зрения демографии. И, в общем, учитывая, что они сами потратили немало сил, чтобы этого добиться, это все обиднее. Ну, увидим. Еще вопрос. А китайские лидеры, они как-то апеллируют к классической философии, может, к принципу недеяния? Ну, к принципу недеяния не готов сказать, но, в принципе, да, вот, ну, собственно, со времен Мао Цзэдуна там, как бы, цитаты из всякой классики, они очень популярны. Диан Замин этим, по-моему, меньше грешил, потому что у него просто образование было другое. Вот, например, я помню, Си Цзиньпин, когда пришел, то он вначале очень много всяких буддийских, значит, цитировал текстов. Сейчас он перешел больше, по-моему, на конфуцанскую классику. И это такая популярная тема для исследований. Вот. Нет, они, конечно, ну, это, трудно сказать, что в этом больше, как бы, желание дать сигнал о традиционализме или показать, что у нас очень образованный председатель, который, значит, хорошо владеет текстами, я думаю, что и то, и то. Потому что председатель, который хорошо владеет текстами, это тоже во многом сигнал о традиционализме. Ну, в общем, да, они вот в последнем своем выступлении на 20-м съезде он очень много, значит, каких текстов поцитировал. И это все в основном как раз всякая классика. Сейчас очень модная тема, про это пишут там всякие диссертации, статьи и прочее, потому что, в общем, это дело не хитрое, а можно действительно всячески фантазировать, зачем он это сказал и какой в этом есть месседж. Ну, в общем, да, сейчас это как раз поэтому сейчас очень полезно у какой-нибудь учить древнекитайский язык, потому что в риторике политической заметно увеличивается процент древнекитайского составляющего. А еще вы про российское китовидение, журнал что-нибудь слышали? Ну, вот его сегодня или вчера презентовали. Он первый номер вышел, да. Ну, и как он по качеству? Ну, посмотрим, пока только первый номер вышел, там они обещали, ну, они хотят очень хорошо сделать, поскольку действительно у нас кроме нашего, значит, ежегодник общества государства в Китае, который все-таки не совсем переводика, у нас не было другого китаеведческого. Вот со времен, как советское китаеведение закрыли там в 60-м году, вот, собственно, российский является наследником советского китаеведения. Вот, и даже они оттуда взяли дизайн. И, конечно, как бы китаеведческая переводика – это хорошо, но посмотрим, что у них получится. Мы все желаем им удачи, естественно. Это нелегко, журнал делать. Большое спасибо. Это истуд Китая и современной Азии и Ирана. Это бывший истуд Дальнего Востока. Так, у нас несколько вопросов из сети. Первое. Как вы думаете, понимал ли Джао Цзе Ян, какие последствия будут иметь выступления на площади лично для него? Ну, я думаю, догадывался, потому что все-таки он был уже в это время человек немолодой, да, ему там было лет 60, в это время больше даже, к 70, то есть он, в общем, прожил довольно долгую жизнь и примерно понимал, что до какого момента можно быть против Дэн Сяопина. Я думаю, что он вполне осознанно на это пошел. И это, кстати, очень... Ну, вот Джао Цзе Ян и Хуяо Бан для меня лично такие, скорее, положительные персонажи, потому что, будучи на самом верху вполне осознанно, значит, пойти на конфронтацию, это, в общем, мне импонирует. Они вполне понимали, что им это будет стоить, при этом, как бы, согласиться на требования Дэн Сяопина было явно гораздо проще, чем отказаться. Для чего усиливалась пропаганда внутри китайского населения против Японии? Ну, вы знаете, когда экономические трудности, то всегда полезно иметь на готове какого-то внешнего врага. Поэтому вот в Китае, я просто это, как раз это все, мы с вами уже дошли до времен, когда я, как бы, на собственном опыте могу про это говорить, вот, что антияпонские, а теперь антиамериканские компании, они в Китае время от времени разжигаются, значит, пропагандой, и это такой способ, да, отвлечь внимание от каких-то внутренних проблем и частичных перевалить на врага. Это всем всегда полезно. Другое, что сначала вот они, у них был Советский Союз, потом, значит, появилась Япония, а Америка в качестве врага это вот сравнительно недавно. Это буквально вот с Белграда, да, с конца самого 20-го века, особенно в 21-м это постепенно стало. И даже могу сказать вам, опять же, на личном опыте, что еще там в 2000-м году это почти не чувствовалось. То есть вот антияпонизм, он чувствовался довольно активно, а антиамериканские настроения стали заметны вот там лет 10-15 назад. То есть вот они... Это такая, опять же, для внутреннего потребления вещь, которая, при этом совершенно не мешает китайскому руководству улучшать там как-то или хотеть улучшения отношений что с Японией, что с Америкой. Это вот скорее к вопросу, да, о пропаганде. Были ли ограничения на съемки документальных фильмов в Китае? Возможно ли было показывать жизнь китайцев не в официальном стиле? Ой, смотря когда. Ну, с конца 70-х, с 80-х, в общем, эти ограничения все время уменьшались, и много кто, собственно говоря, там снимал. Но это зависит от места. Там, понятно, одно дело просто Китай, другое дело какой-нибудь Синьцзян и Тибет. И даже, кстати, в Синьцзяне в относительно простое время, в каком-то 2007 году, когда все было можно, там были регионы, где это было делать сложнее. Поэтому очень по-разному. Но в целом многое было можно, я сформулирую так. То есть вот Китай был относительно открыт. Естественно, были вещи, про которые снимать было нельзя, но много чего было, в общем, снимать можно, и никаких особенных палок в колеса не вставлять. В это ли время Китай начал активно отправлять своих студентов на учебу за границу? Какая часть из них возвращается на родину? Ну да, вот с конца 70-х собственно началась эта отправка. Я в следующий раз, у меня что-то про это есть, по-моему, что-то около четверти возвращается. То есть их, по-моему, уехало вот с 79-го по сейчас что-то там миллион-полтора человек, какие-то такие порядки. Из них, по-моему, вернулось что-то четверть. Их, кстати, там всячески, значит, уважают, называют их какими-то морскими черепахами, которые там верны месту, где родились и так далее, но большинство не возвращается. Но, правда, так сказать, даже многие, которые остаются, они при этом вполне лояльны Китаю. И вот всякие обвинения Китая в провышенном шпионаже, они очень часто в итоге заканчиваются на аресте каких-то вот китайцев, которые остались после учебы в Америке, где-то там сделали карьеру в НАСА, а потом в какой-то момент оказались обвиняемыми по всяким шпионским скандалам. Так что тут есть, видимо, во многом и осознанность, но да, конечно, это очень много народу уехало и в основном не вернулись, хотят, когда в Китае для них там создавали какие-то особые условия. так что да, это, конечно, большой процесс. Спасибо. Отлично. Все, тогда, значит, в следующий раз у нас с вами выходной, а через раз выходного не будет, поэтому видимо, встретимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok